Глава 13. Мисс Барнетт сняла с машинки чехол и заняла свое рабочее место. Если она и почувствовала хоть какое-нибудь замешательство, обнаружив, что хозяин в пижаме и халате уже ждет ее в кабинете, то, конечно, ничем этого не выдала. — Нужно спрашивать маму? — спросила она, деловит. — Ни в коем случае. И не обязательно вам сидеть за машинкой. Давайте-ка за письменный стол. Я кое-что продиктую, а вы застенографируете. — Я вполне могу стенографировать здесь, — ответила мисс Барнетт, волшебным образом извлекая откуда-то блокнот и карандаш. — Сядьте за стол, — повторил, не обращая внимания, Роджер. Мисс Барнетт села за стол. — Да, кстати, — для проформа сказал Роджер. — Вы, надеюсь, извините мне мой халат, не так ли? — Разумеется, если вам так удобнее. — Удобнее. — Готовы? — Это для досье по делу Монмут Мэншенс. Я вам продиктую произвольно кое-какие замечания. Вы их потом изложите по порядку, перепечатаете под копирку каждый пункт на отдельном листке. И первый экземпляр подошьете в досье. И как можно быстрее. Понятно? — Вполне. И Роджер быстро надиктовал ей результаты своих вчерашних размышлений, снабдив каждый пункт собранными им свидетельствами. То, чему свидетельств не имелось, он смело подкрепил своими умозаключениями. Всего выводов было три. У каждого свое наименование. Первое. Убийство было совершено не в час двадцать по полуночи, а раньше. Второе. Шум, отмеченный в час двадцать по полуночи, был произведен не убийцей, а его подручным. Третье. Человек, которого шофер и другие свидетели видели перелезающим через стену заднего двора и бегущим по улицам приблизительно в час двадцать по полуночи, был не убийца, а также его подручный. Роджер никак не отметил свои подозрения в адрес миссис Эннисмор Смит. Страницы, уже поименованные Эвадина Деламер и миссис Беррингтон Брейбрук, также остались чистыми. Отныне, — решил Роджер, — он будет избегать конкретных имен в своих заметках. Имена лучше держать в голове. В конце концов, есть такая вещь, как закон о привлечении к ответственности за клевету. Закончив диктовку, он полетел на миссис Барнетт, ничего, впрочем, не ожидая. На этот раз, однако, последовал комментарий. — Могу я задать вам вопрос, мистер Шеринга? — Можете, Стелла. Между прочим, благосклонно прибавил он. — Вы купили туфли и прочее? — Да, благодарю вас. Вот счета. — Вполне разумные цены, — отозвался Роджер, просмотрев их. — Очень жаль, что вы так думаете. Я надеялась, что это послужит вам уроком. — А спросить я вас хотела вот о чем. Погодите, пока не забыл. Тут для вас лежат две большие коробки. Я сейчас велю Мидоузу принести их. Я купил вам то синее платье, кстати. Да, и еще три шляпки. Да, и два гарнитура белья, к тому же, на смену. Один можно носить, пока другой в стирке. Да, и еще несколько штучек, с которыми не знаю, что делать. Сами разберетесь. Совершенно напрасно. Я приму только то, что оговорено в условиях нашего договора. Но не могу же я сам их надеть. А уж это, мистер Шерингем, ваша забота. Вряд ли уважающий себя мужчина, — впустился в рассуждение Роджер, — станет носить брюки из джапсана. Они, конечно, очень миленькие, но для города не годятся. И хотя я очень ценю достоинство тройного нейлона, в мужских руках он теряет всю свою прелесть. Иначе говоря, Стелла Барнетт, вы очень меня обяжете, если снимете это бремя с моих плеч. Можете не носить, можете сжечь в камине, если хотите, но избавьте меня от него. Пожалуйста, мистер Шерингем, будьте серьезней. Я отказываюсь. Это приказ. Ну, хорошо, сдалась мисс Барнетт. А теперь, наконец, может, вы позволите мне задать вопрос? — Поймите меня правильно. Ни в малейшей степени я не хочу помешать вашим играм, но собираетесь ли вы развивать и дальше эти соображения, которые только что мне продиктовали? — Собираюсь! — радостно откликнулся Роджер. — Но, надеюсь, вы не станете кому-то о них сообщать. — Специально для этого я сейчас отправляюсь в Скотланд-Ярд. Мисс Барнетт поглядела на него очень внимательно. — В таком случае, будучи вашей доверенной секретаршей, считаю своей обязанностью просить вас подумать, разумно ли это. — Что вы имеете в виду? — Мне бы не хотелось, чтобы вы стали посмешищем всего полицейского управления, — строго сказала мисс Барнетт. — Какая трогательная забота, Стелла! — Ничего подобного. Я боюсь, что вина за это падет на меня, — спокойно отреагировала мисс Барнетт. — Люди скажут, что, когда вы теряете ощущение реальности, моя обязанность — привести вас в чувство. — Ах, люди скажут. — Значит, вы не согласны с моими идеями? — Я нахожу, что они противоречат здравому смыслу и считаю своим долгом сказать вам об этом. — Да вы же сами говорили мне вчера, что полиция арестовала убийцу, и нет никаких сомнений, что без серьезных оснований этого бы не произошло. Впрочем, в утренних газетах я таких сообщений не видела. — Не арестовала, — поправил Роджер, стараясь поскорей миновать это скользкое место. — Нет, я не говорил, что арестовала. У них какие-то процедурные трудности, насколько я понял, но они держат его под наблюдением, и это главное. Они знают, где он находится, и в любой момент могут схватить его. — Пари, как вы помните, заключалось в том, находился ли он тем вечером в окрестностях Монмут-Мэншенс. — Полиция не может арестовать человека только на таком основании. Ни один магистрат не даст ордера на арест. Мисс Барнетт поглядела на него недоверчиво, но к удовольствию Роджера от развития темы воздержалась. — Как бы там ни было, дело не в этом. — Правда, мистер Шерингем, я очень серьезно советую вам оставить это дело в покое. — Но я нашел такое хитроумное решение, — умоляюще произнес Роджер. — Нетрудно быть хитроумным, если решиться пренебрегать здравым смыслом. При этом сокрушительном ударе Роджер склонил голову. — И все-таки напечатайте это, пожалуйста. А я потом решу, как поступить. А сейчас мне пора завтракать. И, вполне довольный собой, вышел из кабинета. Как некритично была настроена мисс Барнетт, ее производительность оказалась выше всяких похвал. К тому времени, когда Роджер позавтракал и оделся, его заметки были готовы. — Очень вам признателен, — сказал он, засовывая второй экземпляр в карман пиджака. — Утром вы мне больше не нужны, Стелла. Я... Вы все-таки собираетесь в Скотланд-Ярд. — Ну, не сразу, — попытался увильнуть Роджер. — Может, и совсем не пойду. Посмотрим. А после обеда мы идем с вами в театр. — Мистер Шеринген, я ваша секретарша, а не Стелла Барнетт. Пожалуйста, успокойтесь. Крайне невежливо перебивать своего патрона, когда он не договорил. Прошу прощения. — Еще бы вы не просили. Я как раз собирался объяснить вам, что ваша служебная деятельность возобновится в час дня в вестибюле Критериона. Мы пообедаем. У вас на готове будут блокнот и карандаш, и мы получим дальнейшие образцы интеллектуального кваканья. Затем по расписанию мы переместимся в Сапфический театр, где мною заказаны два кресла. Я хочу получить конспект трех грешников. Насколько я понимаю, это лучший фарс со времен кокетки. Вы раскроете свой блокнот и застенографируете развитие сюжета, кто вошел и кто вышел, и структуру пьесы в целом. Если я когда-нибудь надумаю написать фарс, это мне очень пригодится. Далее. Поскольку я чрезвычайно придирчив к внешнему виду людей, в обществе которых бываю, будьте любезны надеть свое платье цвета полуночи, а также шляпку и прочее, приобретенное мной к данному туалету. И, наконец, последнее. Хотя я не хотел говорить об этом. Вот вам настоящая причина, почему я купил мелочи, не перечисленные в условиях нашего пари. Я не стал бы говорить об этом и сейчас, не вынудив вы меня заставлять вас принять их силой. Мне необходимо, чтобы в процессе выполнения ваших служебных обязанностей нас много видели в обществе. И я не в состоянии рисковать своей репутацией, позволяя сопровождать себя молодой особе, которая одевается так шокирующе неизящно, как это свойственно вам. Не думаю, что мне следует углубляться в эту тему. Но эта шляпка, которая была на вас вчера, ну, вы понимаете. Итак, будьте добры рассматривать вещи в этих двух коробках как униформу для появления со мной на публике. Это, пожалуй, все. Ах, нет! Вы еще должны мне сотню сигарет. Пусть это будут Салливан, как вы сами предлагали. Сотню сигарет? Запинаясь, пробормотала мисс Барнетт, чья физиономия на протяжении этого монолога не один раз любопытнейшим образом меняла выражение. Да, вы проиграли пари. Я никогда и не говорил вам, что вы его выиграли. Я только спросил, из чего сейчас изготавливают самое модное белье. Признаюсь, я позволил вам думать, будто вы его выиграли, но это только из чувства такта. Мне показалось это лучше, чем прямо сказать вам, что я просто умру, если меня еще раз увидят с этой вашей шляпкой. Таким образом, вы не можете не согласиться, что сами во всем виноваты. Так что бегите домой, переоденьтесь в свое... Нет, мое темно-синее платье. И, пожалуйста, чуть больше пудры сегодня. Терпеть не могу, когда за обедом блестят носы. Так. Ну, пожалуй, все. Ах, нет, вот вам полкроны. Полкроны? Да. Купите помаду. Включите это в статью мелких расходов. Итак, жду вас в час дня в вестибюле Критериона. — Ибо эта молодая особа, — с удовлетворением сказал себе Роджер, сбегая по лестнице, — нуждается в трепке точно так же, как всякая молодая особа в Лондоне, и теперь самое время кому-то об этом позаботиться. Этот ее жених наверняка беспозвоночная. Пожалуй, я повидаюсь с ним и наставлю на путь истинный, иначе черт знает, какая семейная жизнь у них получится. Он взял такси и направился к Монмут Мэншенс. В заднем дворе этого достойного сооружения он не обнаружил того, что искал. Впрочем, он особенно и не надеялся. Это было бы уж слишком неправдоподобной удачей. Затем он поехал в Скотланд-Ярд и прошел к Морсби. — Морсби, — заявил он без всякой преамбулы, — я хочу серьезно поговорить с вами о деле Монмут Мэншенс. — В таком случае присядьте, мистер Шерингем, — добродушно пригласил Морсби. — Вы же знаете, я всегда готов вас выслушать. — Есть какое-нибудь движение? — Нет, если говорить о движении, нет, сэр, — печально покачал головой старший инспектор. — Но мы прорабатываем кое-какие варианты и рассчитываем получить кое-какие результаты. — Пытаетесь провалить алиби Джима Уоткинса? — резко спросил Роджер. — Алиби железное, — горестно посетовал Морсби. — Несмотря на все проверки, это его алиби в Льюисе пока что просто непробиваемо. — Понятно. Роджер не собирался называть имена. Он явился в Скотланд-Ярд единственно для того, чтобы предъявить Морсби те выводы, до которых додумался вчера вечером, независимо от того, верные это выводы или неверные. — Пусть полиция пользуется ими по своему усмотрению. Если уголовный розыск вздумает втиснуть их в столь лелеемую им версию против Джима Уоткинса и тем самым угробить все, Роджером достигнутое, — это дело уголовного розыска. Но ни звука не проронит он о миссис Эннесмар Смит или о том, кто скрывается за спиной этой несчастной женщины. — Неужели это все, мистер Шерингем, что вы хотели узнать? — Разумеется, нет. Роджер откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. — Послушайте, Морсби, я тут думал об этом деле и пришел к заключению, что могу предложить вам кое-что, что может вам пригодиться. — Допускаю, вы и сами пришли к тому же, но вот я перед вами, чтобы изложить вам свое. — Как этого требует от вас ваш гражданский долг, сэр? — чопорно заключил Морсби. — Как требует от меня долг гражданина этой непросвещенной страны, — согласился Роджер, которая не оставляет человеку права даже на собственные мысли. — Но прежде чем я изложу вам свои мысли, Морсби, как велит мне гражданский долг, я хочу подвергнуть их проверке, задав вам один-два вопроса. — Вы ответите мне на них? — В этом деле нет ничего такого, мистер Шерингем, о чем я не должен вам рассказывать. Морсби был осторожен. — Отлично. В таком случае сначала вот что. — Был ли привязан к нижнему концу веревки, свисавший из кухонного окна, кусок бечевки? — Да, был, — удивился Морсби. — Ага, — обрадовался Роджер. — Славный такой небольшой кусочек бечевки с концами не длиннее двух дюймов. — Именно так? Роджер с гордостью посмотрел на старшего инспектора. — Я вычислил эту бечевку посредством дедукции Морсби. — Неужели, мистер Шерингем? — Ну-ну. Но Роджер видел, на самом деле Морсби очень заинтригован. Представьте себе. А теперь могу ли я видеть медицинское заключение о вскрытии тела? — Да, оно у меня где-то здесь. Не задавая вопросов, Морсби протянул ему документ и терпеливо ждал, пока Роджер его изучит. Тот не торопился, время от времени кивая головой, словно находя подтверждение своим мыслям. Наконец он положил бумагу на стол и применил позу. — Значит, я прав. А теперь, Морсби, я задам вам еще один вопрос. И давайте без экивоков. Рассматривалась ли вами возможность того, что убийство имело место не в час двадцать, а значительно раньше? На этот раз Морсби позабыл улыбнуться своей обычной улыбкой бесконечного терпения. — Раньше часа двадцати? — переспросил он, потирая подбородок и не отводя от Роджера глаз. — Имея свидетельство миссис Эннесмор Смит и всех этих людей, которые видели человека, бегущего прочь от дома? — Нет, мистер Шерингем, без всяких экивоков отвечу. Нет, не рассматривалась. В таком случае я предлагаю вам совершенно новую концепцию убийства. Мы горячо приветствуем все, что поможет нам разрушить алиби малыша, сэр. — Значит, у вас-таки нет сомнений, что это работа малыша? Бесцветным голосом справился Роджер. — Бог с вами, конечно, нет, сэр, — с чувством ответил Морсби. — Не сомневайтесь, сэр, это точно малыш прибил ее. Беда в том, что никак не прищучишь мошенника. По тону Морсби можно было подумать, что малыш не более как стянул из буфета банку варенья. — Тогда слушайте и не говорите потом, что додумались до этого сами. — Не хотите послать за стенографистом? — Нет? — Ну что же, придется поверить вам на слово. Итак, нет никаких сомнений в том, что приблизительно в час двадцать Эннисмор Смиты услышали грохот над головой, а также в том, что примерно в это же время свидетели видели, как некто перелез через стену заднего двора и бросился бежать. Примем эти два факта за данность и пока что отложим их на минуту. Сначала я хочу вам показать, что помимо этих двух фактов нет никаких серьезных свидетельств того, что смерть не произошла значительно раньше. Первое касается состояния тела. Врач утверждает, что по внешним признакам смерть могла наступить в течение двадцати четырех часов, предшествовавших обнаружению тела, так что тут мы можем быть спокойны. Далее. По моему мнению, медицинское свидетельство о состоянии желудка представляет нам надежное доказательство того, что смерть наступила раньше часа по полуночи. Тут указывается, что в желудке находились остатки пищи. Между тем в час ночи желудок должен был быть пуст. Нет, сэр. Она же перед сном выпила чашку чаю с булочками. У ее постели стояла грязная чашка, а в кровати были крошки. Мы послали их на анализ, и выяснилось, что это крошки от тех самых булочек с изюмом, остатки которых обнаружены в ее кишечнике. Отлично. Значит, все зависит от того, в какое время она пила чай с булочками, верно? Ну, не знаю, как мы можем это выяснить. Я уже выяснил. По меньшей мере, — поправился Роджер, — эта информация была мне предоставлена. Несколько дней назад я имел беседу с миссис Палтус, и она заметила, между прочим, что мисс Барнетт, подобно многим людям преклонного возраста, была женщиной с устоявшимися привычками, и, если не принимала гостей, то всегда ложилась спать ровно в девять часов вечера. И всегда брала в кровать чашку чаю и булочку с изюмом. Согреть желудок, — как выразилась моя собеседница. Это для вас новость, Морсби? Да, — мистер Шерингем с достоинством признал Морсби. И весьма любопытное к тому же. Ну, я полагаю, грех было бы вас винить. Не пощадил его Роджер. Время смерти казалось вам столь очевидным, что вы не побеспокоились вникнуть в детали, касающиеся этого пункта. Согласно медицинскому заключению, последняя трапеза мисс Барнетт состоялась за полтора-два часа до смерти. Следовательно, получаем что-то между одиннадцатью и половиной двенадцатого. Да, вполне разумное время, чтобы перекусить. Конечно, разумное, но, как мы видим, неверное. Судите сами. Если она съела эту булочку в девять вечера, ее желудок и тонкая кишка к часу ночи должны быть пусты, с небольшим количеством отходов в толстой кишке. Однако врач утверждает, что и в желудке, и в тонкой кишке имеется кашицеобразное вещество и остатки изюма. Соответственно, он определяет, что прием пищи, после которого остались такие последствия, имел место за полтора-два часа до смерти. И поскольку мы знаем, что мисс Барнетт этим вечером была одна, и нет причин предполагать, что она изменила свои привычки, мы вправе заключить на основании состояния тела, что время смерти наступило от десяти тридцати до одиннадцати вечера. Разве не так? Вынужден согласиться с вами, сэр. Похоже, что так. — Ладно, Морсби, не дуйтесь, пожалуйста. — Нет-нет, мистер Шарингем, что вы? Я вижу, вы хорошо поработали, — благородно признал Морсби. — Это действительно открывает перед нами новые возможности. Но я хотел бы узнать, как вы объясняете этот шум в час двадцать и того типа, который лез через стену. Роджерс минуту подумал. — Если, как сказал Морсби, полиция все еще убеждена в причастности мистера Джеймса Уоткинса к смерти мисс Барнетт, он, Роджер, никого не собирается разубеждать. Он предложит Морсби реконструкцию событий на том основании, полностью воздержавшись от упоминания одного важного факта и чуть-чуть выпить в другой. Он имел в виду два основных факта, на которых базировалась его собственная версия против анонимного пока жителя Монмут Мэншенс. Во-первых, что посетитель мисс Барнетт был не просто женщиной, но женщиной хорошо знакомой мисс Барнетт, иначе она не впустила бы ее в столь поздний час. Во-вторых, что посетитель, который после убийства должен был провести в квартире значительное время, никак не мог выйти из здания после того, как было закрыто парадное, не обратив на себя внимания миссис Бойт, либо не взломав дверь, а ни то, ни другое места не имела. Давайте, дорогой Морсби, в порядке дискуссии забудем про алиби малыша, который вам еще предстоит разрушить, и предположим, что именно он является убийцей бедной мисс Барнетт. Вы уже рассказывали мне, что предшествовало преступлению, как он прошел в дом задолго до наступления ночи, как ждал в чулане, как, по предположению Бича, проник в квартиру, представившись агентом Скотланд-Ярда. Давайте также условимся, что он не собирался убивать, но возникли обстоятельства, в результате которых он потерял голову и убил. Согласны? Пока что это совпадает с нашей версией преступления. Хорошо. Что же случилось дальше? Как я уже говорил вам, когда был здесь в последний раз, он оформил сцену так, словно там была шумная драка, и привязал веревку, чтобы казалось, будто он спустился по ней, когда парадная дверь была еще заперта. Не знаю, согласитесь ли вы с этим? В порядке дискуссии да, осторожно ответил Морсби. Но, похоже, вы изменили свое мнение, мистер Шерингем, не так ли? В прошлый раз, кажется, вы говорили мне, что это был не малыш, но кто-то имитирующий его методы. — К делу надо подходить объективно, — с достоинством ответил Роджер. В то время я мог придерживаться такого мнения, но я же не знал тогда, что убийство произошло гораздо раньше. Появились свежие свидетельства, и следует быть готовым изменить свою точку зрения. — Точно так я всегда и говорю, — удовлетворенно и совершенно неискренне вставил Морсби. Кроме того, в данный момент я реконструирую дело, основываясь на вашем представлении о личности убийцы. И могу сказать вам, — прибавил Роджер тоже неискренне, — что меня личность убийцы не интересует. Его метод вот что меня занимает. А нас занимает решительно все, связанное с убийством. Однако продолжайте, мистер Шерингем. Вы оставили преступника в тот момент, когда он инсценирует кавардак и вывешивает из окна веревку. Что дальше? Как что? Он спускается по лестнице и выходит из парадной двери прежде, чем она запирается на ночь. — Это гораздо разумнее того, что вы предположили прошлый раз, — задумчиво проговорил инспектор. — Вы предположили, что он вышел через парадную дверь, хотя тогда мы думали, что убийство произошло позже. Вот в чем был изъян вашего рассуждения о том, что он не спускался по веревке. Вы, наверное, не знали, что во входной двери испортился автоматический замок, и ее даже изнутри нельзя было открыть без ключа к большому врезному замку. Роджер, умолчав о том, что ему прекрасно это известно от самого сержанта Эффорда, счел нужным мягко упрекнуть Морсби. — И вы не захотели поделиться со мной? — Ох, искрытный вы человек, Морсби! — Неблагодарна эта задача — пытаться подать вам руку помощи в трудном деле. — Пока что вы так и не подали мне руку в этих темных обстоятельствах с ночным шумом и типом, которого видел шофер, — усмехнулся Морсби. — Я как раз к этому подхожу. — Итак, что касается беглеца, мы знаем, что это не малыш. Так утверждает шофер, который разглядел его лучше других. При этом мы все еще считаем, что малыш и есть убийца. Что ж, мое предположение лежит на поверхности и состоит в том, что человек, которого видел шофер, не убийца, а его помощник, ассистент или подручный, называйте как хотите, я предполагаю, что убийца, когда понял, что натворил, сел и хорошенько подумал, в результате чего и появилась перевернутая мебель и прочее. Еще одним результатом стала инсценировка алиби, которое, насколько я понимаю, и беспокоит вас больше всего. Выбравшись с места преступления, он сразу направился к человеку, которому мог доверять, честно во всем признался и попросил помощи. Последнее состояло в том, чтобы отправиться на задний двор Монмут Мэншенс, дождаться, когда появится шофер, а затем перебраться через стену и изо всех сил пробежать несколько сот ярдов, да так, чтобы привлечь как можно больше внимания. — Значит, малыш знал, что есть такой шофер, что он работает этой ночью, что он непременно вернется в гараж? — Смею думать, что преступник достаточно умен, чтобы предварительно выяснить обстоятельства хотя бы до такой элементарной степени. — Да, — согласился Морсби, — я полагаю, с этим можно согласиться. — Но не только в этом заключалась задача подручного, — с жаром сказал Роджер. Второй частью задания было произвести в спальне мисс Барнетт те шумовые эффекты, что разбудили Эннис Марссмитов. — Всего-то. — И как же он это проделал, мистер Шарингем? — Ну, разумеется, с помощью того кусочка бечевки, — ответил Роджер, — разве вы не поняли Морсби? — Ведь это единственный способ, которым он мог воспользоваться. — Конечно, мистер Шарингем, — от всего сердца согласился Морсби. — Конечно, сэр! — Но как именно? — А вот как. — Слушайте внимательно, Морсби, потому что тут я действительно неплохо поработал. Убийца вовсе не вывешивал веревку из окна кухни. Вот почему ее никто не видел. Что он вывесил, так это тонкую бечевку, которую либо носил с собой, либо нашел в квартире, а затем разложил по квартире веревку, что ее легко было снизу, со двора, потянуть за бечевку, прочно привязанную к ее концу. Расположив веревку кольцами на различных гладких поверхностях, он разложил внутри этих колец всякие стеклянные и фарфоровые предметы, так что пока веревку вытягивали, она неизбежно должна была стронуть, перевернуть или покатить эти хрупкие вещи прямо над головой у Эннисмор Смитов. И, кроме того, несколько тяжелых предметов мебели были старательно установлены на грани падения, так как это делается в старом трюке с четырьмя кирпичами, знаете, когда выступающий кирпич держится на прутике. Так что мебель тоже попадала и прибавила грохту. — Вот, Морсби, что сделал убийца. — Подумать только, — промолвил старший инспектор Морсби. Роджер вытащил из кармана свои заметки. — Вот, просмотрите-ка. Я сейчас дал вам только голые заключения. Тут они чуть подробней с рассуждениями. Морсби молча прочитал все странички, затем, глядя на Роджера глазами, из которых просто сыпались искры, он откинулся на спинку стола и запыхтел в моржовые усы. — Я уже поздравляю себя с тем, что взял вас с собой в прошлый вторник, мистер Шерингем. Если позволите, я оставлю себе эти заметки. Мне кажется, шефу будет не безинтересно. Роджер усмехнулся от удовольствия. Морсби дал ему понять, что он и впрямь хорошо поработал. Еще приятнее было думать, что Морсби даже отдаленного представления не имеет, какой интересной и куда более важной задачей был занят Роджер. Глава четырнадцатая Про четки ничего нового узнать не удалось. Роджер был разочарован, и Морсби не меньше. Оба сошлись на том, что четки были бы важнейшей уликой. Пойми кто-нибудь, какого дьявола они там оказались. Роджер некоторое время порассуждал по этому поводу. Морсби вежливо выслушал и даже высказался в том смысле, что четки были оставлены случайно. Роджер склонялся к противоположной точке зрения, поскольку находил ее более интригующей. В итоге они ни к чему не пришли и загадку не разгадали. После этого они расстались. Роджер отправился на рандеву в критерион, а Морсби — на доклад к шефу, и в ходе этого делового совещания, догадывался Роджер, его имя всплывет не единожды. Эта мысль заставила его улыбнуться. Шефом Морсби был суперинтендант по фамилии Грин — крупный, несколько тучный человек, не обладающий, увы, добродушием, который так украшает крупных, полнеющих людей. И без того личность не слишком жизнерадостная. Более всего на свете суперинтендант Грин ненавидел, когда дилетанты вмешиваются в дела подведомственного ему департамента. В целом мистер Шерингем остался доволен обедом. Стелла, разумеется, явилась минута в минуту, и в новом платье цвета полуночи казалась хорошенькой, как никогда. Воистину, — подумал Роджер, — эта юная леди могла бы быть совершенно очаровательна, обладая она хоть каплей шарма. Тем не менее он с большим удовольствием провел время в ее обществе. В этот раз они немного почерпнули из разговоров за соседним столом. Роджер был слишком поглощен усилиями вытянуть из своей спутницы хоть что-нибудь касательно ее обручения. Однако на эту тему Стелла оказалась еще более неразговорчивой, чем обычно. Она решительно отказывалась поделиться даже крохами сведений о своем женихе, истории их знакомства и собственными взглядами на семейную жизнь. Только в одном пункте она снизошла до откровенного высказывания, да и то не слишком красноречива. — Судя по всему, вы обручились совсем недавно, — наугад бросил Роджер. — Я вижу, он еще не успел подарить вам кольцо. — Я не верю в обручальные кольца, — кратко ответила мисс Барнетт. Роджер смотрел на нее и мечтал. Чистое сокровище для писателя, если б только она не упрямилась и помогла ему. Даже живейшего воображения Роджера не хватало, чтобы представить Стеллу в предсвадебных муках. Почему бы ей не поведать ему честно и вдумчиво, как она ощущает себя в таком волнующем для всякой девушки состоянии? В конце концов, это ведь ее долг перед великим английским читателем. Он предложил ей этот довод как последний свой аргумент. — Вы хотите использовать меня в какой-нибудь своей книге? — спросила она, как всегда невозмутимо. — Да, Стелла. — Для этого вы меня и наняли? Роджер смутился. Мисс Барнетт обдумывала это предположение. — За жалование предоставить писателю свой характер для изучения? Это что-то новое. Однако, на мой взгляд, это вполне справедливо. Вы мне платите и используете по своему усмотрению. Нет, такое положение вещей определенно не вызывает у меня протеста. Значит, вы находите, что я представляю для вас интерес мистер Шерингем? — Да. — Чрезвычайно. — Почему? — Потому что у вас ничего общего ни с одной из знакомых мне девушек. Вас это обижает? — Что я для вас представляю интерес? — Но в какой мере? — Естественно, это мне приятно. — Совсем неестественно, — проворчал Роджер. — У любой другой это было бы естественно, но ваши реакции совершенно непредсказуемы. — Это как раз очень удачно, — безмятежно отозвалась Стелла. — В противном случае, полагаю, я была бы уже уволена. — Однако, мистер Шерингем, вы еще не сказали, не стыдно ли вам находиться в моем обществе сегодня? — Боюсь, сегодня утром я был излишне откровенен. — Отнюдь. — Я очень ценю откровенность, и я согласна с вами относительно той шляпки, в которой была вчера. Сегодня, вернувшись домой, я швырнула ее в камин. — Неужели? — Ну, конечно. — После вашей страстной филиппики. — А я думал, что после этой страстной филиппики вы, как знаменем, будете размахивать ей у меня перед носом каждый день с утра и до вечера. — Как вы правы, мистер Шерингем, мягко улыбнулась Стелла, когда говорите, что совсем не умеете предвидеть мои реакции. — Не могу понять, почему. В данном случае, как мне кажется, все очень просто. Вчера я убедилась, что вы прекрасно разбираетесь в женских нарядах. У вас замечательный вкус. Я бы даже сказал чутье. Сегодня утром вы осудили мою шляпку. Уважая ваше суждение, я ее испалила. Разве это нелогично? — Стелла, — произнес Роджер, удостаивая ее высочайшего комплимента, какой представитель сильного пола только может сказать женщине. — Стелла, вы рассуждаете совершенно как мужчина. — Надеюсь, что при этом я выгляжу как женщина, — отозвалась мисс Барнетт почти кокетливо. — Следует ли мне повторить свой вопрос? Вы, кажется, решили уклониться от ответа. Вам что, все еще стыдно находиться рядом со мной? — Ни в коем случае, — решительно ответил Роджер. — И вы не считаете, что я компрометирую ваш синий бархат? — Я нахожу, что на меня снизошло вдохновение, когда я решил купить его и заставил вас надеть это. — Так значит, вы все-таки любите комплименты, Стелла? — Да, когда они искренние. Так же я склонна приветствовать и искренние оскорбления. — Нет-нет, вина больше не надо, благодарю вас. — Да вы же выпили только бокал. Нельзя же оставлять на мою долю всю бутылку. — Я же сказала, благодарю, больше не надо. — Возможно, вы скоро усвоите, наконец, что я всегда имею в виду то, что говорю. — И разве, — насмешливо поинтересовалась мисс Барнетт, — разве это не так с другими девушками, с которыми вы знакомы? Роджер взглянул на нее уныло и подумал с нежностью, что сегодня утром ранил самолюбие этой женщины, и сейчас она благодарит за то, и, похоже, что искренне. Мисс Барнетт тем временем рассеянно съела кусочек груши Мельба. — Между прочим, — проговорила она рассеянно, как бы во сне, — сдается мне, мистер Шерингем, что вы пытаетесь за мной ухаживать. — Вот еще. С чего вы это взяли? Роджер, который льстил себе, что в кои-то веки в обществе красивой женщины не делает ни малейшей попытки пофлиртовать с ней, был скорее удивлен, чем обижен. Когда мужчина говорит женщине, что она не похожа ни на одну из его знакомых, это с неизбежностью означает, что он просит ее принятие его ухаживания, — объявила мисс Барнетт, холодно глядя на своего шефа из-под длинных ресниц. — Кроме того, насколько я понимаю, вы принадлежите к тому типу мужчин, которые начинают заигрывать с любой девушкой, оставшись с ней наедине хотя бы на пять минут. — В любом случае, если вам это интересно, я отвечаю — нет, поэтому, будьте любезны, оставить все свои старания. — Да не просил и вас нисколько принять мои ухаживания, — яростно защищался Роджер, теперь уж скорее обиженный, чем удивленный такой явной несправедливостью, и в голову не приходил. — Да, — равнодушно промолвила мисс Барнетт, больше занятая своей мельбой, чем Роджером. — Да, — поскольку, если уж говорить откровенно, я нахожу вас самой хорошенькой и в то же время самой непривлекательной из всех знакомых мне девушек. — Вот как! — совсем не безразлично отозвалась мисс Барнетт. — И, как мне кажется, вам должно быть решительно все равно, комплимент это или оскорбление, — холодно добавил Роджер, — потому что, по вашим словам, вы рады тому и другому, если они искренне, а это в данном случае именно так. — Хотите кофе? — Нет, благодарю. — Тогда пошли. И они весьма свирепо друг на друга взглянули. Затем мисс Барнетт выпрямила ножки в новых чулках и туфлях, погляделась в новое зеркальце, вынутое из новой сумочки, как сидит ее новая шляпка, коснулась губ новой помадой, — счет, за которую был уже внесен в статью «Мелкие расходы», — разгладила складки на своем новом платье, взяла свои новые перчатки и объявила, что готова. Следуя за ней к выходу, Роджер внутренне злился. Сидит здесь, в его платье, и утверждает, что он пытается с ней флиртовать. Да ничего в мире не нужно ему меньше, чем флирт с ней. Он скорее примется ухаживать за белым медведем. И какого бы дьявола ему не пофлиртовать с ней, если захочется? И какого дьявола эта девица всегда ставит его на место, словно он школьник? И почему он ответил ей так по-мальчишески, так вульгарно? И почему она всегда вынуждает его думать, говорить и делать глупости, оставаясь при этом неизменно спокойной и собранной? И какого дьявола он вообще ее нанял? И почему, наконец, ее не хватает на то, чтобы благопристойно заявить об уходе? Но более всего его уязвила мысль, когда она на это ему указала, что самым определенным образом он таки флиртовал с ней. Вкратчиво, тонко, дразняще, но флиртовал. Он мелко отомстил ей, заставив делать бесполезные записи в продолжении целого спектакля, и от всего сердца презирал себя при этом как дешевого негодяя. После спектакля она отказалась от не вполне чистосердечного предложения выпить чаю под тем предлогом, что ей надо вернуться к нему в Олбани и расшифровать записи по пьесе, чтобы завтра быть свободной для работы над рассказом, и с огромным облегчением Роджер ее отпустил. Только после того, как она ушла, он сообразил, что несмотря на проявленную утром заботу, она не задала ни единого вопроса о положении дел с расследованием убийства ее тетки, и даже не поинтересовалась, изложил ли он в Скотланд-Ярде свои соображения по этому поводу. — Ну ничего человеческого, — простонал Роджер. — Решительно ничего. Вот порода какая! Неудивительно, что кто-то прикончил тетку. Он зашагал в направлении Уордер-стрит. Адрес, по которому находилась фирма мистера Эннисмер-Смита, уже имелся в досье Роджера. Сейчас он медленно прошел мимо дома с медной табличкой на перемычке двери Кэрол и Смит. Кэрол, — выяснил Роджер, — уже несколько лет как вышел из дела, и контора съежилась с пяти комнат до одной. Более того, когда фортуна отвернулась, Смит, в порядке самозащиты, сделался Эннисмер-Смитом, и только старенькая медная табличка как была, так и осталась. Роджер не собирался навещать мистера Смита в конторе. Ему хотелось, чтобы встреча выглядела случайной. Глянув на часы, он обнаружил, что уже полшестого. Осмотрелся вокруг и легко нашел идеальное место прямо напротив. Он пересек улицу, вошел в заведение под названием «Павлин» и спросил кружку пива. — Как бы там ни было, — подумал он все еще раздраженно, — пиво в любое время дня куда лучше чая. Ждать долго не пришлось. Ровно через три минуты, так, словно он пришел в родной дом, на пороге появился мистер Эннисмер-Смит. Роджер изобразил удивление. — Эннисмер-Смит, вот так встреч! Как это вы тут оказались? Что вы будете пить? Во взоре мистера Эннисмер-Смита читалось сомнение. Что там говорить, он не отличил бы сейчас Роджера от Адама библейского, но в делах такого сорта был достаточно искушен. — Спасибо, старина, — сказал он. — Шерри с горькой настойкой. Ему принесли Шерри с настойкой, мужчины обменялись ритуальными кивками, жестами и широкими улыбками, всегда предшествующими приближению спиртновых губам. Роджер быстро соображал. Поскольку его явно не узнали, что лучше — напомнить, где они виделись, или скрыть свою связь с полицией. Последнее показалось ему курсом более надежным. С четверть часа они обсуждали бега, регби и прискорбное состояние кинопроизводства, ни словом не коснувшись такой малоприятной темы, как убийство. Много раз беседа прерывалась приветствиями друзей Эннисмор Смита, но Роджер ухитрился загнать его в угол, припереть к стенке и прочно загородить собою от внешнего мира. Шерри с горькой настойкой непрерывным потоком лилось в глотку мистера Эннисмор Смита. — Между прочим, — сказал Роджер, когда решил, что тот уже созрел. — Между прочим, у вас там по соседству, кажется, кого-то убили, верно? Я припоминаю, будто вы живете в доходном доме на Юстон-Роуд. Мистер Эннисмор Смит уже примирился с тем, что Роджер знает его имя, профессию, привычки и даже жену, тогда как сам он не может припомнить даже лица своего собеседника, но с характерной для него вялостью ничего не мог с этим поделать. Роджер как раз на это и рассчитывал. Тут Эннисмор Смит приосанился. — В моем доме, старина, — не без гордости заявил он, — в квартире, прямо над нами. — Да ну! Значит, вы живете в Монмут Мэншенс? — Ну да, конечно же, я вспомнил. — Вот так совпадение. У меня там приятница живет, старая приятница Эвадина Деломер. Вы, наверное, знакомы? — Знаком? Еще бы! Еще бы я не был знаком с Эвадиной. Она старина, но, знаете, хоть куда. — Ну да. Я забегал к ней на днях, и мы поболтали немного. Она рассказала, что полиция допрашивала всех жильцов. — Как-то немножко нервничала. — Нервничала? — участливо переспросил мистер Эннисмор Смит. — Да отчего же? — Ну, знаете, надо же подробно рассказать полиции, как положено, что вы делали в день преступления. Она сказала, что никто никогда не может с точностью вспомнить, что он делал в определенное время, день или два назад. Она как-то особенно на это упирала. — Наверное, у вас та же история? — Нет, — задумался мистер Эннисмор Смит. — Нет, я не помню, чтобы меня спрашивали об этом. — Ну, это вам повезло, — фыркнул Роджер. — То есть? — Ну, я не думаю, чтобы вы смогли вспомнить все так, чтобы это устроило детектива, как не смогла и Эвадина. — Да почему, старина? Я совершенно уверен, что могу. — Почему же нет? — Спорю на выпивку. — Не сможете. — быстро проговорил Роджер. — Принято, старина. Так же быстро откликнулся мистер Эннисмор Смит. И после этого, разумеется, все пошло как по маслу. Рассказ мистера Смита оказался достаточно откровенным. В тот вторник он явился с работы в начале седьмого. — Откуда он это знает? — Ну, просто потому, что это часом раньше обычного старина. Ему немножко повезло в тот день, и он отправился домой, чтобы захватить жену и повезти ее ужинать, а потом в театр. Немножко развлечь старушку для разнообразия. Не часто выдается такой день в наши жестокие времена, чтобы его да не запомнить, а? — У-у-у, — разочарованно протянул Роджер. — Так вы с миссис Эннисмор Смит ходили по театрам и ресторанам? — Нет, старина, не получилось, — энергично возразил мистер Смит. — Жена моя, знаете, женщина немножко старомодная, все еще верит, что надо платить по счетам и все такое. — Не хотите же вы сказать, что оплачивали в тот вечер счета? — Нет, конечно, — отринул мистер Эннисмор Смит столь нелепое предложение. — Но жена, сказать вам правду, старина, она определила весь мой случайный приработок на уплату долгов, так что ни в каком театре мы не были. — Вы женаты? Роджер покачал головой. — Да, брак — это отдельная тема. Вздохнув, философски заметил мистер Смит. — Так что же вы делали в этот вечер? — Как что? — Дома сидели, старина, весь вечер. С полседьмого до полдвенадцатого, когда улеглись спать. Я хотел было пойти на компромисс и исторговаться хоть на кино, да жена принесла домой какое-то чертово платье, чтобы переделать из магаз... Мистер Эннисмор Смит оборвал себя и поглядел на Роджера. Тому стало ясно, что магазин — больное место мистера Эннисмор Смита, которое он, скорее всего, безуспешно старается скрыть от своих друзей. — Значит, вы так вдвоем и просидели весь вечер? — как ни в чем не бывало, — осведомился Роджер. — Как это мило, по-семейному. — Весь вечер, старина. — Вот именно мило. Еще выпьете? — Нет, сейчас моя очередь. И Роджер сделал заказ. — Но ведь жена не была с вами в комнате весь вечер. — Послушайте, тут я вас, по-моему, поймал. — Как раз была старина. Рядышком, на диване. — А кто сказал, что не была? — Кажется, я видел что-то в газетах насчет того, что она в одиннадцать вечера находилась на лестничной клетке. — Как-то это всплыло в связи с тем, кто в последний раз видел мисс Барнетт живой. — Если и видела, старина, то это ошибка, — серьезно сказал мистер Смит. — Что вы? Она весь вечер просто не выходила из комнаты, пока мы не легли спать. Я могу под присягой подтвердить. Усердно шила. — Вот вам пример того, как легко ошибиться, — наставительно заметил Роджер. — Она должна была бы хоть раз выйти, к примеру, чтобы приготовить ужин. — Я сам приготовил, — коротко сказал мистер Смит. — А-а-а... — отозвался Роджер, и наступило молчание. — Ну, похоже, выпивка за мой счет. — Да, кстати, — начал мистер Смит с мужской прямотой. — Кстати, раз уж мы об этом заговорили, старина, я, знаете, сейчас в ужасно неловком положении. Оставил бумажник дома. — И совершенно нет мелочи. Очень неловко, старина, понимаете ли, потому что у меня назначена встреча с одним приятелем. — Приятелем, да. И, ну, не могли бы вы одолжить мне немного до завтра, а, старина? — Если он еще раз назовет меня старина, — подумал Роджер, доставая бумажник, — я как дитя разрыдаюсь. — Ну, конечно, сколько вам нужно? — Ну, фунта мне вполне бы хватило. Раздумчиво протянул мистер Смит, оценивая Роджера опытным взглядом. — Или два фунта, это будет вернее. — Или, если вы можете дать три стари... Берите пять, — перебил его Роджер. Глава пятнадцатая Было очевидно, что мистер Эйнисмор Смит говорил правду. По крайней мере, он сам в это верил. Кроме того, подтвердилось прежнее впечатление Роджера, задумая и осуществи миссис Эйнисмор Смит убийство мисс Барнетт. Самое последнее, что пришло бы ей в голову, — это довериться мужу. Нет, если она виновна, значит, ей удалось обмануть его и в том, что она совершила, и относительно своего пребывания в гостиной. На первый взгляд, ее алиби несокрушимо. Но только на первый взгляд. На самом деле, прорех сколько угодно. Сам мистер Эйнисмор Смит волен верить своим словам, но что могло помешать ему вздремнуть часок этим вечером? Что могло помешать жене использовать старый трюк с тряпичной куклой, которую полусонный муж из-за спинки кресла вполне мог принять за жену? Она могла даже затеять ссору, чтобы оправдать затянувшееся молчание, каким было бы встречено любое обращение к ней супруга. Да здесь полдюжины прорех в этом алиби. И тем не менее, все это не более чем разыгравшееся воображение. У ближайшего автомата Роджер на несколько минут задержался, а потом, не зная, что с собой делать, направился домой в Олбани. В кабинете он обнаружил Стеллу, все еще корпящую над записями спектакля, хотя было уже почти семь вечера, и почувствовал угрызение совести. — Да бросьте вы это, — проворчал он почти, извиняясь. — Завтра доделаете. — Благодарю вас, — через плечо бросила Стелла. — Я предпочитаю доделать это сегодня. — Вы испортите мое красивое платье. Она продолжала печатать. Роджер пошел в столовую и смешал там два коктейля. — Спасибо, — сказала Стелла, печатая. — Я не люблю коктейли. Роджер выпил оба, мрачно наблюдая за своей слишком старательной секретаршей. С каштановой головкой, склоненной над пишущей машинкой, она была так прелестно и так начисто была лишена всякой прелести — просто беда. Этот ее неведомый молодой человек в некотором роде просто герой. Она закончила работу и аккуратной стопкой сложила напечатанные страницы. — Я только что говорил с Эннисмор Смитом, — произнес Роджер как бы в пространство. — Расточитель! — коротко отозвалась она. — О чем вы? — Когда я вижу, что впустую тратят время... — Я не могу не сказать об этом, — заявила Стелла, слишком подчеркнуто по мнению Роджера, глядя ему в глаза. — Послушайте, Стелла, — неожиданно для себя объявил Роджер. — Я бы хотел познакомиться с вашим женихом. — Неужели? — Тоже хотите поизучать? — Возможно. Пригласите его пообедать с нами завтра в Критерионе. Она чуть помедлила с ответом. — Боюсь, об этом и думать нечего. — Почему? — Он живет далеко отсюда. — Тогда пригласите на ужин, а потом мы пойдем в театр, и уж там вам не придется стенографировать. — Вы очень добры, — решительно произнесла мисс Барнетт, но это невозможно. — Да почему же? — Почему вы так жаждете видеть моего жениха, мистер Шерингем? — А почему вы так жаждете лишить меня этого удовольствия? — Ничего подобного. Мне это совершенно безразлично. — Так зачем вы хотите с ним встретиться? — Ну, предположим, для того, чтобы посмотреть, так ли вы суровы с ним, как со мной. — Какая нелепость. — Стелла, за этим что-то кроется. Вы что, стыдитесь своего жениха? Может, он носит воротнички задом наперед или сидит на ореховой диете? Почему вы стесняетесь его? — Вы непозволительно грубы, мистер Шерингем. — Ни в малейшей степени я его не стесняюсь. — Любопытный ответ из уста женщины, по определению сгорающей от любви. — Вам следует им гордиться. — Я и горжусь. — Очень. Как Роджеру показалось, мисс Барнетт в этот момент выглядела не столько гордой, сколько затравленной. — В таком случае приведите его завтра обедать, иначе я и впрямь решу, что с этим вашим молодцом что-то не так. — Ах, ну как угодно. Сдалась мисс Барнетт, нервно напяливая новую шляпку. — Я попрошу его завтра встретить нас в ресторане. Это... это чрезвычайно любезно с вашей стороны. — Ничуть. Последовала пауза, мисс Барнетт заправляла выпавшие из-под шляпки пряди волос. — Я ходил утром в Скотланд-Ярд, — кратко сообщил Роджер. — Да, грустная новость. Они, я полагаю, посмеялись над вами? Говоря это, мисс Барнетт занималась исключительно своими волосами. — Нет, они меня поблагодарили. — И когда вы уходили, хихикали за вашей спиной, — предположила мисс Барнетт, глядясь в зеркальце. — Сколько в вас скептицизма! Смею верить, Скотланд-Ярд обо мне отнюдь не такого низкого мнения, как вы. — Нет, они совсем не хихикали, когда я ушел. Они отнеслись ко мне вполне серьезно. Они даже сказали, что я проделал большую работу. Мои незрелые рассуждения их убедили. — Не хотите ли вы сказать, — медленно проговорила мисс Барнетт, оставив, наконец, в покое свои волосы, — не хотите ли вы сказать, что они согласились с вами относительно этих осложняющих обстоятельств? — Именно! — самодовольно кивнул Роджер. — Именно что согласились. Она смотрела на него. Он на нее. И что же они теперь собираются делать? — Ну, расследовать дальше, взглянув на проблему уже с новой точки зрения. — Значит, поэтому они и не арестовали того человека? Они уже не считают, что это он виноват? Теперь был бы просто грех жаловаться на безразличие Стеллы. Она была само олицетворение интереса, когда, не отрываясь, смотрела на него широко раскрытыми карими глазами, даже слегка приоткрыв прелестный Род, увы, совершенно не влекущий к поцелуям. — Нет, пока они считают, что он виноват. — М-м-м... Она словно что-то прикидывала в уме. — Понятно. — А вы... — Нет. — Я нет. — Стелла не отводила от него глаз. — В таком случае, мистер Шерингем, вы ошибаетесь, — решительно закончила она. — Всего доброго. Роджер проводил ее полным сожалению взглядом. Она и впрямь была девушка совершенно необычайная и совершенно к тому же несносная. Но ему очень хотелось, чтобы она осталась разделить с ним ужин. В кои-то веки Роджер, всегда презиравший людей, которым необходима компания, почувствовал себя одиноко. Он поглощал пищу без всякого удовольствия, хотя Мидоус был, как всегда, выше всяких похвал. Он не мог не думать о том, что за ужин у Стеллы и с ней или за ужином ее неизвестный герой. — Черт побери, — подумал он с раздражением. — Эта девица не идет у меня из головы. Я, видно, на ней просто свихнулся. Это прискорбное состояние не изменилось в течение вечера. После ужина Роджер уселся серьезно поразмыслить об алиби миссис Эннисмор Смит. Согласно доказательствам, представленным им Морсби сегодня утром и подтвержденным заключением врача, смерть мисс Барнетт должна была наступить между десятью часами-тридцатью минутами и одиннадцатью часами вечера, хотя в присутствии Морсби он не счел необходимым это подчеркивать. Действительно ли миссис Эннисмор Смит между десятью и одиннадцатью сидела в своей гостиной и шила? Должен ли он отказаться от всех своих подозрений в ее адрес? Роджер устроился перед камином в надежде поработать так же плодотворно, как вчера. Но из головы не шло поразительно странное поведение мисс Барнетт-младшей. С какой стороны ни посмотреть — удивительное создание. Что, например, скажите, пожалуйста, заставляет ее отказываться от наследства, так счастливо свалившегося прямо ей в руки? Напротив, должна бы радоваться, ведь обручена и предстоит свадьба. Что ее неведомый герой думает об этом? Неужели она и после замужества хочет продолжать работать? Это позор, что она вообще вынуждена работать? Это расточительство позволять такой девушке работать секретаршей? Прочь, Стелла, — застонал Роджер. Я хочу еще раз проявить чудеса сообразительности. Но Стелла не покидала его. Наконец он сдался и отправился в спальню. Не нравится мне это обручение. Он просто не может стоить ее. Что ей нужно, так это... Но тут Роджер Шерингем опомнился. А на следующий день ему представился случай убедиться в том, достоин ли Стеллы Барнетт ее избранник. Однако то, что произошло за обедом, повергло его в еще большее изумление. В это утро они хорошо поработали, и опус под названием «Надо спрашивать маму» был закончен и отправлен по почте. Стелла явилась на службу не в бархатном платье цвета полуночи, а в нефритовом шелковом. С шелковой же маленькой шляпкой, точно в тон. Короче, в совершенно неподобающем секретарше виде. Она коротко объяснила, что оделась так, потому что побоялась скомпрометировать его за обедом, а своих платьев, достойных его общества, у нее нет. Роджер согласился, что она поступила очень мудро, слегка помрачнев при мысли, что вся эта красота предназначена не столько для спасения его доброго имени, сколько для ублаготворения неведомого героя. Когда они вошли в вестибюль ресторана, им навстречу поднялся чахлый, пучеглазый и большеротый, то есть отвечающий всем признакам столь ценимой Роджером породы современных интеллектуалов молодой человек, и прокурорским тоном объявил «Вы опоздали». «Прости, пожалуйста, Ральф», — покорно отозвалась Стелла. «Мистер Шерингем настоял, чтобы мы зашли на почту отправить бандероль». «Терпеть не могу необязательности», — сообщил молодой человек с внешностью земноводного. «Мистер Паттерсон». «Мистер Шерингем», — не без смущения представила их Стелла. Роджер озадаченно пожал холодную влажную лапку. Они вошли в зал. Роджер одолел изумление и старательно изображал радушного хозяина, но был как во сне, когда опросил своих гостей выбрать между грейпфрутом, копченой семгой и дыней. Он-то представлял себе Стелленова жениха здоровенным, суровым парнем, подбородок кирпичом и бас профунда. «Чтобы такая девушка была помолвлена с этой козявкой?» «Мне копченую семгу, пожалуйста», — сказала козявка. «Мне тоже», — сказала Стелла. «Пожалуй, тебе лучше не стоит», — возразила козявка твердым тоном. «От семги у тебя прыщики, Стелла. Я заметил. Лучше возьми грейпфрут». Стелла промолчала. Роджер взглянул на нее. «О да», — кивнула она. «Грейпфрут, пожалуйста». Жених продолжал в том же духе, выбирая за нее все блюда и позволив ей очень немногое из того, чего ей действительно хотелось. Поддерживать разговор, однако, оказалось несложно, поскольку он взял это в свои руки и первые две перемены рассказывал Роджеру, как надо писать романы. Тот слушал завороженно и покорно пообещал в следующий раз написать что-нибудь получше. «Впрочем», — молодой человек повернулся к своей невесте, «чего ждать, если Шеринген пишет для миллионов?» «А ты читал его книги?» — спросила Стелла. «Ну, проглядывал кое-что». Слегка повел он плечами. «Послушай, Ральф», — смущенно заступилась Стелла. «Я не думаю, что они так уж плохи. То есть, принимая во внимание все обстоятельства, дорогая моя», — запротестовал жених. «Роджеру показалось, что его тут как бы и нет». «Ну, и как вы находите Стеллу?» Снисходительно обратился к нему молодой человек, покончив с рыбой. «О, я... Я полагаю, она прекрасно справляется. Вам надо приглядывать за ней в мелочах. У нее, знаете ли, совсем нет вкуса к мелочам. Например, посмотрите, как она одевается. Вы видели что-нибудь более чудовищное, чем эта шляпка?» Роджер, сам выбиравший эту шляпку, тщательно в тон платью почувствовал к молодому человеку ненависть, в способностях которой себя даже не подозревал. «Эта шляпка?» — вскричала Стелла. «Хо, Ральф, да она же очаровательна!» Роджер с благодарностью отметил, что она его не выдала. «Если б она была очаровательна, моя дорогая, она бы тебе не пошла. Я неоднократно говорил тебе, что очаровательная не твой стиль. Ты лишена очарования. У тебя его нет. Не правда ли, Шерингем? Вы ведь наверняка обратили на это внимание?» «Видите ли...» — промолвил Роджер и обнаружил к своему неудовольствию, что краснеет. «У Стеллы нет сексуальной привлекательности». Мистер Паттерсон продолжал снимать все покровы. «Это, конечно, изъян. Но она, знаете, еще может развиться. Она еще зеленая. Нужен уход, полив, рыхление. Честно говоря, я надеялся, вы что-нибудь в этом роде для нее сделаете, Шерингем?» «Но она говорит, что нет. Ральф!» — вскричала бедная мисс Барнетт, и Роджер с интересом заметил, что лицо ее тоже приобрело красно-бурый оттенок. Он начал понимать, почему Стелли так не хотелось приводить жениха на этот обед. Оставив в покое невесту, мистер Паттерсон далее очень четко изложил свои взгляды на другие проблемы. Естественно, возник разговор о смерти мисс Барнетт, и хотя Стелла, конечно, не посвящала жениха в то, что Роджер испытывает к этому делу пристальный интерес, мистер Паттерсон какое-то время распространялся по этому поводу и, наконец, пригвоздил к позорному столбу полицию за некомпетентность, ибо та не произвела абсолютно самоочевидного ареста. Насколько я понимаю, — мягко произнес Роджер, — мисс Барнетт отказывается от наследства, которое досталось ей, поскольку ее тетушка скончалась, не оставив завещание. Возможно, это было не очень деликатно сказано, но Роджеру слишком хотелось узнать мнение земноводного на сей счет. — Вздор! — немедленно изложил его мистер Паттерсон. — Ну, Ральф, я вздор! — повторил мистер Паттерсон непреклонно и повернулся к Роджеру. — У Стеллы сейчас самые смехотворные идеи по этому поводу, но я, разумеется, ей ничего подобного не позволю. — Правда, Ральф, — печально сказала Стелла, — все-таки ни в коем случае. Я уже говорил тебе, что не стоит даже заикаться об этом. Что за глупый каприз? И слышать не хочу. — Ну, конечно, дорогой, как скажешь. — покорно кивнула Стелла. Роджер не верил ни глазам, ни ушам своим. Мистер Паттерсон продолжал излагать свои соображения по поводу неприкосновенности человеческой жизни. — Это старуха, — говорил он, — мертвая, куда полезней живой. Миру от нее не было, ну, никакого проку. Так чего же оплакивать? Роджер понял, что если мисс Барнетт живой была обществу бесполезна, польза от ее смерти очень значительна. Общество в данном случае олицетворялось в самом мистере Паттерсоне. Убийца, изъяв ее из мира, осуществил акт высокой социальной доблести. Полиция, возможно, то есть наверняка сборище дебилов, но результат ее некомпетентности достоин восхищения. Пусть убийца мисс Барнетт подольше наслаждается свободой. — Как страстный криминалист, — объявил мистер Паттерсон, хотя до сих пор исключительно академического плана, — я отдаю должное этому практику, обладающему столь выраженным чувством социального долга. — Вас интересует криминалистика? — осведомился Роджер. — Я ее обожаю, — просто ответил мистер Паттерсон. — Я помню годы жизни и смерти всех знаменитых убийц Англии, включая даты их публичных экзекуций. К изумлению Роджера, Стелла заметно разволновалась от того, что ее жених так откровенно высказывается и стала прилагать все усилия, хотя и безуспешно, чтобы пресечь дальнейшее развитие темы. Наконец, в манере той Стеллы, которую, как казалось, Роджеру он успел узнать, она перехватила нить разговора и направила его в безопасное русло атлетики, заметив без всякой связи с предыдущим. — Собираетесь ли вы посетить университетский матч по регби в этом сезоне, мистер Шерингем? — О, да, — сказал Роджер, раскусив ее маневр. — Как обычно. — И вы сами играете? — Так, когда вокруг мяча свалка, бегаю и делаю вид, что участвую в ней. Моя игра — гольф. — Правда? Ральф тоже играет в гольф. У него плюс два. Роджер, у которого был плюс один, нечеловеческим усилием воли, подавил изумление, которое просто рвалось из него и взглянул на своего плюгавого гостя с уважением. Вот как! Но я уже, знаете, не в том возрасте, чтобы играть в действительно активные игры, — высказался последний с той мрачной миной, с какой люди бывают вынуждены выслушивать грубую лесть, произносимую прямо в лицо. — Вот раньше я занимался бегом с препятствиями, стипльчая злезом. — Раньше. На самом деле, мистер Шерингем, всего лишь в прошлом году Ральф выиграл. — Замолчи, Стелла. И Стелла замолкла. Застольная беседа, однако, продолжилась, и мистер Паттерсон с мистером Шерингем до конца обеда мирно обсуждали новости спорта. Наконец, мистер Паттерсон взглянул на часы. Его манера прощаться по простоте и бесцеремонности не уступала его манере здороваться. — Должен успеть на поезд, — сказал он и удалился. — Ральф живет в Танбридж-Велесе. Так, словно этим все объяснялось, — сказала Стелла. Роджер возвращался в Олбани с помутненным сознанием. Чем старательнее он пытался понять происшедшее, тем больше уважения чувствовал к чахлому молодому человеку. К тому же Стелла, освободившись из-под его чар, быстро вернулась к своему обычному «я» и безжалостно придушила несколько попыток завязать разговор. — Эта девица положительно то доктор Джеккл, то мистер Хайт, — думал он озадаченно. Вот она сидит в уголке такси в своем нефритовом одеянии. Неужели она и вправду любит этого типа? Как такого можно любить? — Вздумай, такой лягушонок, ухаживать. Поручусь, можно ставить что хочешь. Стелла Барнетт не отзовется. И все-таки... Подумать только, ведь она была воплощенная покорность. Какой магией этот тип подчинил ее своему почти гипнотическому влиянию? Ему стоило только пальцем шевельнуть, и она покорно кланялась, виляла хвостиком, да еще так, словно для нее это одно удовольствие, и не кусочка сахара в награду. Уму непостижимо. — Держите их в строгости, — вздохнул Роджер. — Но, боже милосердный, кто бы подумал, что Стелла клюнет на такое убожество? — Черт бы подрал это земноводное! Мистер Шерингем был явно не в духе. Глава шестнадцатая После обеда Роджер предпринял отчаянную попытку совладать с первой главой нового романа, однако к пяти часам сдался. Перегруженный мозг — столько проблем сразу — отказался сосредоточиться на этой непосильной задаче. Под осуждающим взглядом Стеллы Роджер уныло выпил чаю и почти силой выдворил ее из квартиры. Ему хотелось поразмыслить. Уютно устроившись в своем мирном одиночестве, он выбросил из головы всех пучеглазых молодых людей и сосредоточился на действительно важной задаче. Было бы неверным сказать, что к этому времени Роджер окончательно изъял имя миссис Энисмер Смит из списка подозреваемых. Алиби, которым снабдил ее муж, как доказал Роджер, было небезупречно. Она все еще выделялась среди жильцов Монмут Мэншенс своими психофизическими и интеллектуальными возможностями, теоретически позволявшими ей убить мисс Барнетт. Но только теоретически. Роджер прекрасно об этом помнил. Кроме того, в ответ на некий вопрос, сделанный им в связи с полученной от Энисмер Смита информацией, ему стали доступны сведения оправдательного по отношению к миссис Энисмер Смит характера. Во всяком случае, компрометирующего в них ничего не было. Дело в том, что, покинув Павлин, он позвонил одному частному агенту, который пользовался его доверием, и срочно попросил узнать, каково финансовое положение Энисмер Смитов, и не изменилось ли оно к лучшему за последнюю неделю. Отчет агента Роджер получил как раз к пяти часам. Энисмер Смиты, как он и предполагал, были на мели. Они задолжали всем торговцам в округе, и никто из тех, кто имел с ними дело, больше не дает им в кредит. Их финансовое положение не только не улучшилось в последнее время, но стало значительно хуже. На них подано в суд несколько исковых заявлений и получено соответствующее решение. Но они не в состоянии его выполнить, так что в любой момент может быть назначена распродажа и ликвидация дела. Роджеру ничего не оставалось, как признать, что ситуация Энисмер Смитов достаточно тяжела, чтобы женщина, гордая и отчаявшаяся, предприняла практически любые шаги. Будь эти шаги предприняты, положение Энисмер Смитов наверняка бы улучшилось, особенно если учитывать тот факт, что деньги мисс Барнетт были в основном в однофунтовых и десятишиллинговых банкнотах, и, следовательно, проследить их практически невозможно. Так что положение это совершенно очевидно не переменилось. С чем-то вроде душевного облегчения Роджер признал наконец, что убийцу мисс Барнетт надо искать в другом месте. Он помнил, что из дела, так сказать, торчало еще несколько нитей, ни к чему не привязанных. Возможно, если ими заняться, мысль получит какое-то новое направление. Он взял карандаш, блокнот и начал перечислять их в том порядке, в каком они приходили на ум. Факты, пока не получившие объяснения. Неизвестно, имеют они отношение к делу или нет. Полу пустая бутылка виски и стакан на столе в гостиной. Этот факт очень хорошо укладывается в официальную гипотезу против малыша и никак не укладывается в мою. Можно, однако, предположить, что в мою он уложится как деталь инсценировки поисков в квартире. Но это не очень убедительно, поскольку я уже решил, что преступник – женщина. И в этой детали есть что-то слишком мужское, чтобы рассматривать ее как бутафорию. Разве не проще признать, что это не реквизит, а именно следствие естественного желания преступника поддержать свои силы после столь нервирующих событий? Такой вывод хорошо укладывается в мою версию и имеет высокое достоинство простоты. Но какая от этого польза? Непонятно. Свеча. Вот свеча действительно лучше укладывается в полицейскую версию, чем в мою. Если цель убийцы – заставить поверить, что мисс Барнетт умерла позже, чем это действительно произошло, почему же он боялся включить свет? Полицейские говорят, что малыш зажег свечку, потому что он всегда зажигает свечку. Я могу предположить только, что убийца не хотела, чтобы миссис Палтус, заметив в дверную щель свет, подумала, что ее приятница еще бодрствует и постучала. Так что, насколько я понимаю, от свечки тоже никакого толку. Вставные зубы? Вот о чем я совершенно забыл. Мисс Барнетт, хотя уже улеглась спать, была еще, так сказать, при зубах. Полиция не придала этому никакого значения, считая, что мисс Барнетт вставила зубы перед тем, как разговаривать с незнакомым мужчиной. Любопытно, что никто не подумал, что столь же естественно было бы, если б она к тому же надела еще и халат. То же рассуждение, безусловно, относится и к моей собственной версии. Казалось бы, ей следовало вставить зубы перед тем, как разговаривать с женщиной, пусть даже и хорошо знакомой. Между тем, это вовсе не так уж обязательно. Некоторые женщины столь же церемонны с представительницами своего пола, сколь с представителями противоположного, но большинство их, разумеется, нет. И именно к этому большинству, без всякого сомнения, принадлежала мисс Барнетт. Стала бы она в самом деле беспокоиться. Но ведь, с другой стороны, она же не знала, кому открывает дверь. Что опять возвращает нас к халату? Какого дьявола она была без халата? Его не обнаружилось даже среди одежды, валявшейся по всей комнате. Наличие вставных зубов может и не иметь особенного значения, но отсутствие халата имеет. Отсутствие нижней сорочки. Если говорить об одежде, можно упомянуть и этот факт, хотя не думаю, что по значимости он сравнится с халатом. Морсби сказал, когда мы говорили о неряшливости мисс Барнетт, ну, это еще ничего, по крайней мере, хоть разоблачалось на ночь. Насколько я знаю, женщин такого склада, они раздеваются только наполовину и ночную рубашку надевают поверх оставшегося. То, что мисс Барнетт так не поступила, согласно Морсби, не характерно, а значит, и ничего не стоит. Насколько мог судить Роджер, на этом список деталей, доселе не подвергавшихся рассмотрению, иссякал. То, что сейчас они рассмотрению подверглись, увы, делу ничем не помогло. Он быстренько пересмотрел кое-какие уже известные факты. Различные странности, связанные с беглецом, легко было разложить по полочкам, если предположить, что тот был подручным преступником. В свертке, который, как видел шофер, он поднял, выбегая из переулка, был, несомненно, светлый плащ, в котором его видели другие свидетели, и от которого он позже как-то избавился. Свою шляпу он время от времени снимал и прятал в карман, чтобы еще больше усугубить путаницу в показаниях, как и было задумано. Однако определить личность беглеца, покуда возможности не представлялось. Роджер вдруг понял, что напрасно пренебрегал этой стороной дела. Удовлетворившись тем, что расшифровал беглеца как действующее лицо второго плана, он даже не подумал, кто бы это мог быть. А между тем определить личность подручного едва ли менее важно, чем самого преступника. Если повезет, беглец может потянуть ниточку, которая приведет к главному герою. Где бы найти хоть какую-нибудь зацепку? Но из всего, что Роджер сейчас знал об обитателях Монмут Мэншенс, он как раз ее извлечь не мог. Он подумал лишь, что подручный должен быть близким знакомым того из жильцов дома, кто совершил убийство. У кого в Монмут Мэншенс есть такой близкий друг, что к нему можно обратиться даже в минуту крайней опасности? Был только один способ выяснить что-то — снова отправиться на Юстон-Роуд. И Роджер отправился. По пути он припоминал, что ему уже известно по этому поводу. Самым интимным другом Эвадина Деламер был, несомненно, Джон Берингтон Брейбрук. Но Эвадина из числа подозреваемых исключена по причинам, признанным весомыми, в то время как у Джона несокрушимые алиби. На обе эти квартиры не стоит терять время. Аугустус Уэллер и Кинкроссы не удостоились даже сомнения, и Роджер не видел повода рассматривать свое к ним отношение. — Еще минус две квартиры. Кто остался? — Миссис Палтус и Эннисмор Смиты. — Но ведь и они тоже… — Черт побери! — вырвалось у Роджера в полумраке такси. — Да должен же я сегодня хоть с кем-нибудь потолковать. — Пусть это будет миссис Эннисмор Смит. Однако так уж сложилось, что сначала он посетил совсем другую особу. Расплачиваясь с таксистом, Роджер мельком взглянул на окна Монмут Мэншенс и увидел свет в окнах покойной мисс Барнетт. Было всего лишь полдесятого, и парадную дверь еще не закрыли. Он взбежал вверх по лестнице и позвонил в дверь под седьмым номером. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз настойчиво. Дверь распахнулась. — Ну? — произнес отнюдь негостеприимный голос, обладательницу которого в неярком лестничном освещении он не мог рассмотреть отчетливо. — Добрый вечер, Стелла! — любезно произнес Роджер. — Можно войти? — Ну, знаете, мистер Шерингем, — это что, деловой визит? — Ни в коем случае. — Дружеский. Насколько я понимаю, мы можем быть не только деловыми партнерами, но и друзьями. — Хм, без всякого сомнения. Но в этом случае, мистер Шерингем, боюсь, я не смогу вас впустить. Я не принимаю своих друзей в такое время. — Господи, помилуй Стелла, я не знал, что вы так старомодны. — Ничуть я не старомодна, — холодно возразила Стелла, которая была достаточно молода, чтобы попасться на такую древнюю наживку. — О, только тут до Роджера дошло, что он, возможно, ведет себя вызывающе бестактно. Прошу прощения, Стелла, я как-то совсем забыл. — Что вы забыли? — Как что? Что вы помолвлены? К изумлению Роджера Стелла вспыхнула. — Я не прячу здесь своего жениха, если вы это имеете в виду, мистер Шерингем. Но я не... Я хочу сказать... — А почему бы и нет? — Если вы мне не верите, войдите, — почти гневно сказала Стелла. — Да я верю вам. — Входите. И Роджер вошел. Конечно, никакого жениха в гостиной не было, а если и был, то очень искусно прятался. Право слово, оглядевшись, одобрил Роджер. Вы просто чудеса сделали с этим логовом. Если бы не канделябры на каминной доске, я бы его просто не узнал. Хотите виски, сигарету? Я думал, вы не курите и не пьете спиртного. И виски, и сигареты принадлежали моей тете, — холодно объяснила Стелла, предлагая ему пачку плеерс. Роджер взял одну сигарету. — Благодарю вас, но пить не буду, спасибо. Вы были правы, Стелла. Я здесь отчасти по делу. Увидев свет, в окнах я поднялся, потому что действительно хотел бы еще раз все осмотреть, если не возражаете. — Вас все еще занимают ваши вздорные догадки, мистер Шеррингом? — Именно. И они совсем не такие уж вздорные, как вам кажется, милая. Значит, я могу осмотреть? — Если вам так хочется. — равнодушно позволила Стелла. Боюсь, что в спальне пока беспорядок. Я еще не все распаковала. — Распаковали? Значит, вы сюда въехали? — Да, вчера. — А вы мне не говорили. Не видела в этом ни малейшей надобности. На это отвечать было нечего, и Роджер направился в кухню. Какие бы вялые надежды он ни питал, на свежий прилив вдохновения или на новые ли открытия, все его надежды скоро развеялись. Под Стелленой крепкой, хоть и хорошенькой ручкой, вся квартира приобрела совершенно другой облик. Сгинула мерзость запустения. Мебель большей частью была сменена. Более того, всякая возможность неторопливого размышления и реконструкции событий была напрочь аннулирована хозяйкой, которая шла за ним по пятам и в мрачном молчании ждала у входа в каждое помещение, которое он осматривал, словно подозревая, что, оставшись без присмотра, он стянет ложку или салфетку. Таким красноречивым молчанием встречала она все его попытки завязать легкую беседу, так откровенно ждала, когда он наконец уйдет, что Роджер, который вообще-то умел быть чрезвычайно настойчивым, если это необходимо, решил, что сейчас не тот случай, и смиренно ретировался. Однако он не сразу направился к Эннисмар Смитам. Нет, он спустился вниз и позвонил в квартиру мистера Аугустуса Уэллера. Но неславное пиво мистера Уэллера заманило его туда. Он пришел просить этого щедрого молодого человека об услуге. Мистер Уэллер оказался дома. В этот раз он приветствовал Роджера отнюдь не столь воодушевленно, как в прошлой, и выглядел подавленным и удрученным. Роджер не смог не почувствовать, что приглашению войти недоставало сердечности. Причина тому сидела на софе мистера Уэллера и несколько смущенно поправляла прическу. — Мистер Шерингем, мисс Пиви, — уныло представил мистер Уэллер. — Добрый вечер, — поприветствовал Роджер. Я пришел, обратился он к хозяину, спросить, не могли бы вы мне подсказать номер квартиры кинкрасов, а то я его запамятовал. — Вам нужны кинкрасы, — просветлел мистер Уэллер. — Ну, конечно. — И вы сейчас хотите к ним подняться? — Физиономия мистера Уэллера прояснялась с каждой секундой. — Конечно. — Как жаль. Неискренне огорчился мистер Уэллер. Я надеялся, что вы посидите. — Что ж, пойдемте провожу. На лестнице Роджер крепко взял мистера Уэллера за локоть. — Во-первых, известно ли вам, что мисс не носит обручальных колец? А во-вторых, лучшее, что вы могли мне сказать, открыв дверь, — это мистера Уэллера нет дома, и хлопнуть ею у меня перед носом. — Спасибо, — вдумчиво произнес мистер Уэллер. — Я это запомню. — А я забуду. При одном условии мне не нужны кинкроссы. Я иду к Энисмор Смитом, но мне хотелось бы, чтобы его дома не оказалось. Отвлеките его для меня так, чтобы через пять минут я к ним постучал, и его не было бы. Ну, минут двадцать. Иначе я вернусь к вам. — Шерингом, — серьезно сказал мистер Уэллер. — Так ему и надо, болтуну. И я с вами согласен. Она очаровательная женщина. — Я всего лишь попробовал отдернуть его, Роджер. Хочу задать ей несколько вопросов о... Да хоть о ее бабушке, — живо перебил его мистер Уэллер, — до тех пор, пока вы будете делать это в ее квартире, а не в моей. Я ему сейчас намекну, что о нем спрашивает Эводина. Это лучший способ его спровадить. Роджер слегка удивился осведомленности мистера Уэллера о том, что его соседи наверняка скрывают как постыдную тайну. Он выждал пять минут на сквозняках площадки верхнего этажа, с одобрением прислушиваясь к звукам, указывающим на успех операции по отвлечению мистера Эннисмер Смита, и лелея надежду, что во имя общего блага мистер Беррингтон Брейбрук не находится уже в квартире номер пять. Затем он спустился и позвонил в дверь Эннисмер Смитов. После недолгого ожидания ему открыла хозяйка. Нелегко было узнать элегантную, уверенную в себе заведующую магазина готового платья в поникшей, до смерти усталой женщине, которая прислонилась к дверному косяку. — Что вам угодно? — спросила она отсутствующим голосом. — Сожалею, что вынужден побеспокоить вас в такое позднее время, — напористо произнес Роджер, — но мне необходимо задать вам несколько вопросов. Миссис Смит попыталась разглядеть его в полумраке. Вы из... Я надеюсь, вы помните меня. Я присутствовал при вашем первом разговоре со старшим инспектором Морсби в квартире наверху в прошлую среду. — Ах, да, разумеется. Мне кажется, я вас узнал. — Пожалуйста, входите. Я не сразу поняла, что вы из Скотланд-Ярда. Роджер прошел за ней в гостиную. Она предложила ему стул, а сама, прежде чем сесть, сняла со спинки кресла платье. — Вы позволите? — пробормотала она и тут же взялась за иглу. — У меня довольно срочная работа. — Ну, разумеется. Вы всегда вечером шьете, как правило. Роджер сочувственно кивнул. Она подрабатывала, принося домой одежду, которую требовалось подогнать или переделать. Возможно, ей приходилось скрывать от помощницы, во имя поддержания собственного достоинства и дисциплины, то, что она вынуждена делать это сама. Вы шили в этой комнате весь вечер того дня, когда произошло преступление, не так ли? — Наверное, — устало произнесла миссис Эннисмар Смит. — Я хочу сказать «да», — шила. — Один из ваших служащих уже спрашивал меня об этом сегодня после обеда. — Сержант Эйфорд. Кажется, так он назывался. — Он посетил вас на Шафтсбери-авеню, не так ли? — уточнил Роджер, довольный тем, что представился случай выяснить кое-что о шагах предпринятых Морзби. — Да. — Чтобы узнать, — наугад продолжал Роджер, — не слышали ли вы какого-нибудь движения над головой перед тем, как легли спать между, предположим, десятью и половиной одиннадцатого? — Да. — Прекрасно. И я пришел побеспокоить вас по тому же поводу. Может быть, вы вспомнили еще что-нибудь в дополнение к тому, что уже рассказали ему сегодня? — Боюсь, что нет. — Нет? — Позвольте, вы сказали сержанту, что... — Что, насколько помню, не слышала решительно ничего. Как вы знаете, мой муж засвидетельствовал тоже, когда ходил в управление. С тех пор мы не раз с мужем говорили об этом и совершенно уверены, что никто из нас ничего необычного в тот вечер не слышал. — Да, но что вы называете необычным? Означает ли это, что вы не слышали совсем никаких звуков или что слышали звуки, которые обычно слышите по вечерам? Прошло уже столько времени, что теперь трудно припомнить с уверенностью, но мне сейчас кажется, что мы не слышали просто решительно ничего, — ответила миссис Энисмор Смит, на мгновение подняв глаза от работы. — Это так важно? — Может быть. Я полагаю, как правило, к вам доносятся звуки сверху, если они достаточно сильные. — Им ни к чему быть сильными, — сухо сказала миссис Энисмор Смит. — Вот, прислушайтесь. Роджер прислушался. В тишине отчетливо слышался скрип половиц под ногами Стеллы. Потом он смолк, и последовал тихий шорох. — Что это было? — Племянница, мисс Барнетт. Кажется, она вчера въехала. — Нет, я имею в виду этот шорох. Она зажгла спичку. — Господи! Да вы слышите даже, как она там спички зажигает? — Этот потолок не толще бумаги. — Значит, вы могли слышать практически все, что делала мисс Барнетт? — Без всякого сомнения, если бы это было нам интересно. Я имею в виду, вы бы непременно услышали, если бы кто-то ходил по ее гостиной даже на цыпочках. Вероятно, мы услышали бы, как скрипят половицы. И все-таки в этот вечер не слышали ничего? — Нет. — Да. — Но в этом нет ничего необыкновенного. Мы редко слышали что-либо по вечерам. Видимо, мисс Барнетт рано ложилась спать. — Да, конечно. Роджер был в растерянности. Мошенник наверняка был в квартире от десяти до половины одиннадцатого. Его приготовление, вся эта установка декораций, не могла происходить бесшумно. Снизу обязательно должны были слышать хотя бы его шаги. И все-таки не слышали. — Или они просто забыли? — Вы сказали, мисс Барнетт рано ложилась спать. — Сочли бы вы в таком случае необычным, если бы услышали, что она ходит по квартире после половины одиннадцатого? Миссис Эннисмор Смит оторвалась от своего шитья, чтобы обдумать этот вопрос. Если эти шаги не сопровождались бы голосами, что указывало бы на то, что с ней миссис Палтус, да, думаю, что да. — Достаточно необычным, чтобы это запомнить? — На такое долгое время, может быть, и нет, но на следующий день я бы это наверняка вспомнила. — И тем не менее ничего подобного вам не вспомнилось? — Нет, это я могу сказать определенно. — Понятно. Но на самом деле все было непонятно. Настоящий тупик. — Вы уверены, что сами в это время... — Десять-тридцать. — Еще бодрствовали. Вы не легли в этот вечер раньше обычного? — Совершенно уверена. — Я уточнила этот вопрос для вашего сержанта, справившись в отчетности. В приходно-расходной книге магазина, в котором я работаю, записано, что я брала домой платье для переделки. Мужественно призналась миссис Эннисмер Смит. И я очень хорошо помню, как я это делала. Мне пришлось засидеться гораздо позже половины одиннадцатого. — Насколько я понял, вы весь вечер пробыли в этой комнате, не покидая ее. — В этом я бы не поклялась. — Так утверждает ваш муж. Миссис Эннисмер Смит едва заметно улыбнулась. — Мой муж часто склонен к более уверенным высказываниям, чем я. — Значит, вы выходили из комнаты в течение вечера? — Мне кажется, это более чем вероятно. По меньшей мере, один раз я выходила. Я это твердо помню. Я пошла на кухню, когда вернулся с работы муж, поставить на плиту чайник. — Да это было еще рано. — Слегка кивнул Роджер. — А потом? — Вы ужинали в гостиной? — Да. Но сказать вам с полной ответственностью, была ли я весь вечер прикованных к креслу, я не могу. — Наверняка это не так уж важно. — Ну, конечно, нет. — Роджер потер подбородок. — Значит, насколько вы можете припомнить, в течение всего вечера вы не слышали и решительно ничего из квартиры сверху. — Даже того, как мисс Барнетт укладывалась спать? — Да, даже этого. Миссис Эннисмор Смит снова оторвалась от работы. Пожалуй, вот этот момент был все-таки не совсем обычным. Нам всегда было слышно, когда мисс Барнетт собирается ложиться. У нее, похоже, была привычка в эти минуты ронять вещи на пол. — Одежду? — Ну, возможно. Но, скорее, похоже было, она сбрасывает на пол туфлю, потом другую. Обычно мы хорошо это слышали даже из этой комнаты, хотя она не прямо под спальней, мисс Барнетт. — И все-таки той ночью вы ничего похожего не слышали? — Нет. Может быть, я была слишком поглощена работой, чтобы прислушиваться, но, по-моему, когда мы уже легли спать, мисс Барнетт еще не ложилась. — Фу! — выдохнул Роджер в замешательстве небывалом. Факты не сходились так, как им следовало. Он решил быть чуть более откровенным, чтобы хоть немного расшевелить память хозяйки. — Я понимаю, миссис Эннисмарт-Смитт, вам трудно понять, почему я задаю столько вопросов о том вечере. Если позвольте, я объясню. Есть подозрение, что мисс Барнетт рассталась с жизнью значительно раньше, чем мы сначала предполагали, не в час ночи, а приблизительно между десятью и половиной одиннадцатого вечера. Вот почему так важно выяснить, слышали ли вы что-нибудь необычное в это время? В искренности удивления, миссис Эннисмарт-Смитт, сомнений быть не могло. Но я сама слышала, как кто-то двигался наверху после часу. Мы оба это слышали. — Да, но у нас этому есть другое объяснение. Во всяком случае, вы теперь понимаете, куда направлены мои мысли. Я прошу вас еще немного порыться в памяти. Не было ли в тот вечер еще чего-нибудь необычного, каким бы пустяком это ни выглядело? — Пожалуйста. Но миссис Эннисмарт-Смитт, на минуту сдвинув брови, лишь покачала головой. — К сожалению, ничего, кроме того, что не было обычных звуков, с которыми мисс Барнетт обычно отходила ко сну. — Может быть, вы слышали какие-то звуки на лестнице? — Не припоминаю. Роджер взглянул на нее с отчаянием. Наверняка у нее в руках ключ к головоломке, но все, что она сделала, это запутало его еще больше. — Может быть, я смогу как-то расшевелить вашу память? Назову какой-то момент, который вызовет воспоминания. Например, когда ваш супруг задремал в кресле. — Или когда вы только что кончили рукава и принялись за талию? Или сразу после того, как укололи палец? Миссис Эннисмарт-Смитт улыбнулась своей слабой улыбкой. — Ничего. Честно говоря, единственный несколько странный пустячок, который мне сейчас припомнился, — это бечевка, которая на секунду залетела в окно кухни, а потом снова вылетела. Роджер так и подпрыгнул. — Что? — Пожалуйста, повторите еще раз! Миссис Эннисмарт-Смитт не без удивления повторила. — Когда это случилось? — Когда я открыла фрамугу кухонного окна на минуту после того, как поставила на огонь чайник. Сделался такой сквозняк, что я тут же ее закрыла, но в этот промежуток в окно успела влететь и тут же вылететь эта бечевка. — Это был конец бечевки? — Нет, скорее середина. Роджер расплылся в улыбке, но тут же на его просиявшее было лицо наползло выражение недоверия. — Но вы же сказали, что поставили чайник на плиту вскоре после того, как пришел ваш муж. — Да, около семи, насколько я помню. — И эта бечевка влетела к вам раньше, чем в семь вечера? — Ну, конечно. — Послушайте, а разве есть какие-то причины, по которым этого быть не могло? — Этому, разумеется, было сколько угодно причин, но Роджер не стал ей этого говорить. Вместо того он сидел, уставившись на нее, как совиное чучело, пока миссис Эннис Морр Смит всерьез не встревожилась. Она ведь не знала, что в голове ее гостя совершается чрезвычайно напряженный мыслительный процесс. — Вы больше ничего не припоминаете? — спросил, наконец, Роджер слегка сдавленным голосом. — Ну что ж, тогда я пойду. — Примите мою нижайшую благодарность, миссис Эннис Морр Смит. Он поднялся, словно во сне, и как лунатик направился к выходу. Хозяйка попыталась его проводить, но он просто забыл о ее существовании. Он лихорадочно старался реконструировать все события рокового для мисс Барнетт дня, мобилизовав все свои мысли по этому поводу. А такое усилие требовало очень большой сосредоточенности. Какое-то время его мысли метались в полном хаосе. Только одна как бы светилась во тьме. Содержимое желудка мисс Барнетт представляла собой не вечернюю булочку с изюмом, а булочку, съеденную в пять часов пополудни. Иначе говоря, мисс Барнетт была убита не в десять-тридцать, а в шесть часов вечера. Все до единого алиби разлетелись, будто их ветром сдуло. Глава семнадцатая Сбегая по лестнице, Роджер быстро прокручивал в голове имена и обстоятельства. Прежде чем он покинет здание, необходимо переговорить с миссис Бойт. В шесть часов вечера она была на посту. Он позвонил в ее дверь. На звонок вышла не миссис Бойт. Дверь открыл невысокий, плотного сложения мужчина в сорочке без воротничка, с утра еще не брившийся. Он вопросительно смотрел на Роджера. — Простите, я могу поговорить с миссис Бойт? — Эм! — через плечо выкрикнул небритый. — Жентльмен тебя спрашивает. И ушел, шлепая ковровыми шлепанцами. Миссис Бойт появилась, блистая огромной брошью с карбункулом на мощной груди, обтянутой черным платьем. Общий эффект снижался грязным фартуком, завязанным под грудью. — А, это вы! — сказала она, неблагосклонно оглядев Роджера. Видимо, небритый ввел ее в заблуждение относительно характера визит. — Ваш супруг? — любезно осведомился Роджер. — Мой собственный, законный, венчанный! — свирепо отозвалась миссис Бойт. — Что-нибудь имеете против, молодой человек? — Помилуйте! — торопливо проговорил Роджер. — Часть развеять недоброжелательство, исходящее от консьержки. Я всего лишь хотел задать вам два-три вопроса, миссис Бойт. — Будьте добры, не могли бы вы сказать «нет, не могу»? Чуть не взвизгнула миссис Бойт. — И не скажу. — Повадились изводить людей своими вопросами, да еще в такое время остычертели. — Будто людям тут делать нечего, кроме как отвечать на ваши идиотские вопросы круглые сутки. — Я вам в лицо скажу, не буду отвечать. Что хотите тут делайте. И миссис Бойт поставила точку, хлопнув дверью перед самым носом незадачливого интервьюера и обдав его запахом спиртного. Роджер безропотно выслушал эту речь и, несолоно хлебавши, отправился домой в Олбани. Сегодня тут делать было нечего. Теперь, когда время убийства отодвинулось назад, дело стало выглядеть гораздо более стройным. Торчащие концы ладно улеглись на место. Устроившись перед камином, Роджер заново выстроил всю последовательность событий. Убийца — он все еще настаивал, что это была женщина — вошла в квартиру мисс Барнетт между половиной шестого и шестью часами. Заново сочинять способы, которыми она воздействовала на негостеприимную мисс Барнетт, не было надобности. Как с большим на то основанием заявила мисс Бойт, мисс Барнетт была очень разборчива в своих посетителях. Оставалась сильная вероятность того, что перед мисс Барнетт предстала некая личность, известная ей и уважаемая ею. А если неизвестная, то уже с первого взгляда эта личность требовала уважения к себе, но это, на взгляд Роджера, было маловероятно. Убийство, несомненно, было предумышленное. Сценарий действий подручного подготовлен наперед и так, чтобы не терять времени. Все это относило время появления убийцы в квартире ближе к шести часам. Когда с хозяйкой было покончено, главной задачей преступника стало создать впечатление, что убийство произошло гораздо позже. С этой целью покойницу переодели в ночную рубашку. В двух вещах преступники просчитались. Роджер с удовлетворением отметил для себя эти две подробности перед последним своим визитом в Монмут Мэншенс. Во-первых, они оставили жертве вставные зубы и, во-вторых, не надели на нее халат. Так что на покойной не было нижнего белья, — это отметил Морсби. Тоже отлично с этим согласовывалось. В отличие от этих двух фактов, другие сыграли на руку преступникам. Из них самым заметным был тот, что дважды в течение пяти часов мисс Барнетт имела обыкновение пить чай с булочками с изюмом. Но можно допустить, что это была не слепая удача, а искусно использованный результат добротной подготовки преступления. Следующий факт. Рядом с кроватью стояла немытая чашка, а в постели валялись крошки, по распоряжению Морсби, подвергнутые лабораторному анализу. Может, и эти детали были подстроены, но Роджер склонялся к мысли, что просто так уж сошлось. Он пришел к этому выводу, вспомнив, как выглядела кровать. Это довольно трудно — придать заправленной постели такой вид, будто в ней спали. Но в подлинности постели мисс Барнетт сомнений быть не могло. Попросту говоря, мисс Барнетт спала в своей постели, никогда ее не заправляя, и крошки могли копиться в ней неделями, так же, как немытые чашки рядом с ней. Особенности характера мисс Барнетт вполне позволяли сделать такое предположение. Затем преступнице потребовалось энергично инсценировать следы поисков и установить приспособление для шумового эффекта так, чтобы уйти до того, как вернется с работы миссис Эннисмор Смит. Выйти следовало не позже 6.30. Ну, предположим, четверти часа вполне достаточно на все. Так что пребывание преступницы в квартире мисс Барнетт длилось, скажем, от 5 часов 55 минут до 6 часов 10 минут. Алиби, следовательно, следует проверять за этот временной интервал, и беседа с миссис Бойт, когда-то протрезвеет, прояснит для нас, кто в том или ином направлении пересекал порог Монмут Мэншенс. А, между прочим, следует ли посвящать Морсби в этот существеннейший поворот дела? Размышляя об этом, Роджер направился в спальню, где, увы, провел бессонную ночь. Мистер Берингтон Брейбрук не покидал своего офиса во вторник, 25 октября, почти до 7 вечера. Утомительные расспросы в универмаге Хэриджа продолжались почти целый день, и пришлось даже пригласить на обед клерка винного отдела, благодаря чему, наконец, Роджер и получил эту ценную информацию, подтвержденную неопровержимым свидетельством бухгалтерских книг. День был потрачен впустую. Злой, даже чаю не успевший выпить, в шестом часу он вернулся к себе в Олбани, где, в кабинете за машинкой, обнаружил Стеллу, всем своим видом выражавшую терпеливое смирение. Роджер дернул за шнур звонка. — Миддлуза нет, — сказала Стелла. — Значит, как только он вернется, я его уволю. — Он сказал, что на полдня он сегодня выходной. Наплевать. Я его уволю. — Какие могут быть выходные? Я всех увольняю. Вас тоже, Стелла. — Вы уже пили чай? — Нет. — Я так и подумала. Я вам сейчас его приготовлю. И она решительным шагом вышла из кабинета. Роджер рухнул в кресло и вытянул ноги к огню. — Пожалуй, неплохо все-таки иметь в доме женщину. Во всяком случае, иногда. Женщина вернулась с горячим чаем и с добными булочками, налила ему чашку. Он проглотил три булочки подряд, и их сливочная мягкость его умиротворила. Он почувствовал себя лучше. — Послушайте, Стелла, — сказал он. — Но почему такое чудовищное время уходит на то, чтобы выяснить, что некая особа делала в некий час некоего дня? — Разве, мистер Шерингем? Я никогда об этом не думал. — Не представляю. — Я тоже. И все-таки этого никто, кажется, вспомнить не в состоянии. Так что, если я спрошу мужчину, что он делал в шесть часов вечера в прошлый вторник, чем и собираюсь вскоре заняться, он просто никакого понятия не будет об этом иметь. — Тогда спросите женщину. — Это я тоже предполагаю сделать, но от женщин толку будет еще меньше. — Не может быть. — Это факт, дорогая моя. Это один из тех вопросов, на которые никто никогда ответить не может. Да что там? Даже вы со всей вашей бесконечной деловитостью, даже вы с этим не справитесь. — Вы слишком предубеждены. — Что, опять пари? — Я надеялась, вы поумнели. — Ни в коем случае. Я не меняю своих привычек. Итак, чем бы вам хотелось пополнить свой гардероб? Это неважно, я ставлю полкроны. Дорогая моя, я люблю, чтобы мои ставки стоили того, чтобы за них волноваться. Как насчет трех пар, я вам сказала, полкроны. Ну что ж, пусть будут несчастные полкроны. Итак, вперед к победе. Он подавил зевок и съел последнюю булочку. Стелла принялась отсчитывать дни на пальцах. Да, именно в этот день, и именно в этот час я сидела в Колизеуме. Полагаю, как раз в это время работали клоуны на велосипедах. — Стелла, Барнет, речь идет о крупной денежной сумме. Вы не можете рассчитывать, что я поверю вам на слово. — Боюсь, вам придется это сделать, — холодно сказала Стелла. — Будьте любезны, отдать мне мои полкроны. — Сначала докажите. — Да как же я могу это доказать? Впрочем, не остались ли у меня корешки билетов? Она поднялась, взяла сумочку и порылась в ней. — Ну, пожалуйста, — воскликнула она победно, извлекая оттуда два желтоватых клочка. — Второе представление. Двадцать пятое октября. Я вовсе не так рассеянно, как вы думаете. Роджер протянул ей монету. — Я вижу здесь два корешка, — вкратчиво произнес он. — Значит, вы были там не одна? — Даже я не дошла еще до того, чтобы одной ходить в Колизеум, — отрубила Стелла. — В какое время начинается второе представление? — В четверть шестого? — Если бы я... Роджер выделил вместо имени. — Если бы я был обручен с прелестной девушкой, — он говорил тихо, задумчиво, словно сам с собой, — я бы никогда не повел ее развлекаться в такое нелепое время. — Я бы повел ее в такое время, когда развлекаются люди, наделенные здравым смыслом, и сначала бы мы поужинали. — Мистер Паттерсон, то есть Ральф, не в Лондоне живет. Слегка покраснев, сказала Стелла, — ему не очень удобно. Поздно возвращаться домой. — Если бы я был обручен с прелестной девушкой, — продолжал Роджер, — я бы служил ее прихотям, забыв о своем удобстве. Стелла покраснела еще больше. — Мистер Шерингем, вам не кажется, что вы ведете себя вызывающе? — Кажется, — улыбнулся Роджер. — Но, по правде сказать, Стелла, у меня был такой бездарный и утомительный день, что мне хочется подерзить. — Ну-ну, не дуйтесь, я не собираюсь обольщать вас. Не потому, конечно, что обольщение не в моих правилах. Обольщение — занятие очень почтенное, а потому, что вы как-то не вызываете вдохновения. — Насколько я понимаю, — ледяным тоном отозвалась Стелла, — как экземпляр, нанятый для изучения, в мои обязанности входит выслушивать обсуждения моих скромных достоинств в столь оскорбительном тоне. — Несомненно, — кивнул Роджер, — и, кстати, об оскорбительных обсуждениях. Я хотел бы еще раз встретиться с этим вашим молодым человеком. — Зачем? — Я хочу спросить у него, какого дьявола он в вас нашел? Стелла вскочила, чуть не опрокинув чайный столик. — Пожалуй, мне стоит нанести ему визит, — лениво продолжал Роджер. — Что, будет он дома сегодня вечером? — Не могу вам сказать. Разъяренная Стелла уже напяливала шляпку. — Он живет в Танбридж-Велсе. Это я помню. Далековато. Но я думаю, того стоит, потому что, мне кажется, он сумеет меня просветить. Какой адрес у него? Стелла не отвечала. — Норов, Норов, Стелла, держите себя в руках. Молчание. — У него есть машина? Молчание. — Ладно, я ему позвоню. Вы не знаете номера. — Ага, значит, телефон у него есть. Благодарю вас. Я сумею узнать номер. Роджер поднялся с кресла. Мистер Шарингем, произнесла взбешенная Стелла. Я запрещаю вам звонить ему. — Ну и ну, — уставился на нее Роджер. — Да почему же? — Его дома не будет. Он живет с родителями. Они разволнуются. — Вот уж действительно. Это почему же? — Я просто оставлю ему записку. — Какую записку? — Ну, — улыбнулся Роджер. — Ну, например, попрошу его написать мне и объяснить, почему он приглашает невесту в такие немыслимые заведения, как мюзик-холл, в пять вечера. К примеру. Стелла даже топнула ножкой. Мистер Шарингем, вы невыносимы, вы не станете звонить Ральфу. — Да почему же? — Потому. — Потому что это абсурдно. Ну, так случилось, что я не с ним была в колизеуме. Они поедали друг друга глазами. Ситуация минуту назад фарсовая стала почти драматической. Когда напряжение достигло предела, Роджер снова опустился в кресло. — Да. — Пожалуйста. — Я бы и не подумал вас выдавать. Я просто хотел предложить вам поужинать вместе. Может, он сел бы на свой мотоциклет и примчался сюда. Я полагаю, он катает вас на заднем сиденье? — Нет, не катает, потому что у него не мотоциклет, а машина. — резко сказала Стелла, и хмуро уставилась на него. — А почему вы решили, что у него мотоцикл? — Я не решил, — пояснил Роджер. — Я просто веду беседу. — Между прочим, Стелла, у меня к вам маленькая просьба. На будущей неделе я приглашен на бал «Маскарад». Где бы мне взять на прокат костюм? — Не имею ни малейшего представления. — Ну, а где вы берете свои? — Если нужно, я шью их сама. — Ну, мне ваш пример недоступен. С некоторой долей патетики произнес Роджер. Я так неловок с иголкой и ниткой. Не могли бы вы не стучать на машинке, а соорудить мне костюм? — Какой именно? — осведомилась Стелла, все еще не остыв и доводя воротник пальто до безупречной формы. — Я подумываю вырядиться монахом. — Неплохая мысль, а? — Почему монахом? Ну как же, ведь мы с вами оба так отвратительно целомудренны, не так ли? — Как, Стелла, вы уже уходите? — А у вас для меня какое-нибудь задание? Более чем холодно, — осведомилась мисс Барнетт. — Да нет, пожалуй, вы уже все сделали. До свидания. — До свидания. Еще холоднее отозвалась Стелла. — Завтра в обычное время? — крикнул Роджер в закрывающуюся дверь. — Разумеется, — донеслось из коридора. Еще долго после того, как ушла Стелла, Роджер, насупившись, сидел в кабинете. Обычно, когда у Мидоуза было, как сегодня, полдня свободных, Роджер ужинал где-нибудь в ресторане. Нынче он не двинулся с места, даже когда час ужина давно миновал. — Это в последний раз, — дал он себе клятву, — в последний раз дело Монмут Мэншенс заставляет его забыть о еде. Наконец он поднялся и, поднимаясь, чувствовал, что его переполняет омерзение. Ему претило это дело. Просто претило, именно так. Он сожалел, что ввязался в него. Он чувствовал себя глубоко несчастным от того, что натура не позволяла его бросить, не доведя до конца. Ему, наконец, было жалко, что он уже его разрешил, ибо теперь он не знал, что же с ним делать. Именно этот вопрос приковал его к креслу в последние два часа. Промашки тут быть не могло. Он верно решил головоломку. Решение явилось ему готовенькое, как вспышка вдохновенного озарения. Внезапно он увидел всю картинку с каждой деталью, аккуратно вошедший в предназначенный для нее пас, вплоть до лепешки глины. Ключевой деталью, конечно, были четки. И ведь он с самого начала знал, что так и должно быть. Как все теперь казалось очевидным. Теперь, когда раскрылись глаза... Да, но что же с этим делать? Вот в чем задача. Слова Стелленова-люгушонка пришли ему на ум, и Роджер, пожав плечами, не мог с ними не согласиться. От живой мисс Барнет решительно никому никакого проку не было, от мертвой был. Но погибла она вследствие хладнокровного преднамеренного убийства. На такое злодеяние невозможно ответить лишь мягким укором. И все-таки... В конце концов, Роджер понял, что ему надо делать. Он сообщит Морсби те данные, которые ему самому помогли добраться до сути. Если Морсби не внемлет им, это будет вина Морсби. И вне зависимости от того, как поступит старший инспектор, Роджер тактично сообщит тем, кто владеет секретом, что последний таковым больше не является. Он подошел к телефонному аппарату и попросил Скотланд-Ярд. Старшего инспектора на службе уже не оказалось, и Роджера соединили с его квартирой в Баттерсе. — Алло? — донесся голос Морсби. — О, мистер Шерингем, слушаю, сэр. Чем могу быть полезен? — Я по поводу Монмут Мэншинс, Морсби. Вы уже взяли того парня? — Не вполне. — У нас тут еще несколько осложнений, мистер Шерингем. — Ничего не поделаешь. Но все нити у нас в руках. Вы можете ожидать ареста практически в любой момент. — Понятно. С сомнением в голосе произнес Роджер. Морсби всегда отличался оптимизмом. — На основании тех улик, о которых мы с вами говорили? — Тех самых, сэр. — Значит, ничего нового не появилось? — Нет, мистер Шерингем, боюсь, что нет. — Что ж, Морсби, тут я все обдумал и звоню вам, чтобы подкинуть три соображения, которые пришли мне в голову, и еще одну улику, которую я сам обнаружил. — В самом деле, сэр, если в голосе Роджера читалось сомнение, то в голосе Морсби в тройной мере. — Нельзя было не понять, что старший инспектор исполнен скепсиса относительно важности улики, откопанной мистером Шерингемом. — Да, Морсби. — И на этом я выхожу из игры. — Отныне дело вполне разрешимо и больше меня не занимает. Завтра я начинаю новую книгу, а вы понимаете, что это значит. Вот вам улика, а точнее ее следствие. Мисс Барнетт была убита не в десять тридцать, а в шесть вечера. Ответом ему было молчание. — Вы что-то сказали об уликах, мистер Шерингем? Очень осторожно осведомился, наконец, Морсби. — Сказал. И Роджер выложил ему те два факта, которые доказывали это утверждение. — Понятно. Задумчиво произнес Морсби. — А вот еще три соображения, которые мне хотелось предложить вашему вниманию. И Роджер сформулировал первый. — Ага. Ну, как же мы это знаем, конечно. Знаете? — Прекрасно. А это вы знаете, что мисс Барнетт курила сигареты Плеерс? — Да, сэр, я видел пачку в квартире, но я не... — И третий тезис. — Монахини ходят парами. — Что? — Подумайте хорошенько, — посоветовал Роджер и повесил трубку. Он посмотрел на часы. Было уже четверть девятого. Он снова поднял трубку и набрал другой номер, номер своего доверенного сыскного агента. Как он не убежден в своей правоте, удостовериться лишний раз не помешает. Глава восемнадцатая Роджер прекратил разговор о Колизеуме. — Я подиктую. И он сел у камина в привычной позе. Стелла подняла глаза. — Мне стенографировать или печатать? — Печатать. — Название. — Синопсис. — Это для романа, который вы начали позавчера, или что-то новое? — Совершенно новое. — Слегка улыбнулся Роджер. — Не удивляйтесь, если кто-то из героев покажется вам знакомым. Я уже говорил вам, что изучаю характеры для новой книги, и теперь хочу записать то, что собрал, пока оно еще свежо в памяти. Стелла кивнула. — Мисс Барнстепл, пожилая женщина, живущая в одиночестве на верхнем этаже доходного дома, — размеренно начал Роджер. — Затворница. Друзей не имеет, кроме пожилой женщины из соседней квартиры на том же этаже миссис Анчоус. — Мисс Барнстепл имеет значительный личный доход. — Скупа. И держит большую сумму денег в коробке под кроватью, о чем ходит множество слухов среди соседей и жителей этой округи. Стелла, не переставая мелькать пальцами по клавишам машинки, приподняла брови. Такой зачин явно не соответствовал ее представлениям о хорошем вкусе. — Мисс Барнстепл, мы будем называть ее мисс Б, для краткости, — продолжал Роджер, — в быту неряшливо, нечистоплотно, небрежно. Ее приятельница миссис Анчоус во многих отношениях ее бледная копия, но гораздо более располагающая к себе. У нее тоже есть приличный доход, однако в последнее время, вследствие неразумных спекуляций, она потеряла большую сумму. В настоящий момент ее финансовое положение небезопасно. Между прочим, это все художественный вымысел Стелла, я надеюсь, вы понимаете. — Конечно. — последовал краткий ответ. — Также в тяжелом положении находится Превенси Доунзи, средних лет семейная пара, которая занимает квартиру непосредственно под мисс Б. Он как-то связан с театром, она, управляющая маленьким магазином шляп на Уордер-стрит, принадлежащим одной европейской фирме. — Характеры. — Мистер Превенси Доунзи. Слабый, добродушный, очаровательный. — Приживал. — Будь потверже, стал бы мошенником. — Миссис Превенси Доунзи. — Гордая, отважная, скрупулезно честная. — Записали? — Да. — Присматривает за этим домом миссис Флойд. — Создание грубое, низкое и скандальное, но работник надежный. Если есть деньги, не прочь выпить. Ее муж примерно того же сорта, по профессии, я думаю, водопроводчик. Остальными обитателями дома мы пока что в целях экономии времени заниматься не будем. Однажды примерно... О, я забыл. Вычеркните это. С новой строки. У мисс Барнстеппл есть племянница Элла Барнстеппл. Хорошенькая девушка со спортивной фигурой. Это, разумеется, героиня. Художественный вымысел. В результате семейных хитросплетений, на которых мы сейчас останавливаться не будем, мисс Б никогда свою племянницу в глаза не видала, но это, по всей видимости, не беспокоит ни ту, ни другую. Эта племянница, должен вам сказать, обручена с неглупым молодым человеком в прошлом спортсменом по имени Рэндольф Пикеринг. Это герой. Он живет в Севеноксе. Это городок, расположенный неподалеку от другого местечка, в Кенте, под названием Танбридж-Вэллс. Вы, наверное, помните. Записали? Стелла кивнула. Диктовка продолжалась, и брови ее опять поднялись. Однажды, время было после обеда, мисс Барнстеппл обнаружили убитой. В ночной рубашке она лежала в спальне на полу. Постель была измята так, словно она в ней лежала, когда раздался звонок, и поднялась, чтобы открыть дверь убийцы. Врачи смогли определить время смерти лишь в интервале не менее двенадцати, не более двадцати четырех часов назад. В квартире все было вверх дном, что указывало на энергичные поиски. Коробка под кроватью, в которой мисс Б хранила свои деньги, оказалась пуста. Все преступление носила на себе печать известного преступника, чей почерк хорошо известен полиции, и в адрес этой преступной личности немедленно последовал официальный вопль. А ту его! Именно такой реакции и добивался убийца, хотя я не думаю, что он мог предвидеть этот феномен немедленной атрибутации преступления определенному преступнику. Тут уж ему просто повезло. — Записали? — Да, но... Стелла запнулась. — Вы ведь не всерьез собираетесь писать роман с таким сюжетом, мистер Шарингем? — А почему бы и нет? Я придумал роскошную развязку. Вам поначалу она может показаться фантастической, но я готов ее защищать. Продолжим. Итак, преступление было осуществлено самым остроумным образом. Перед убийцей стояла задача войти в здание и выйти из него, не подвергаясь опасности быть узнанным на месте или опознанным впоследствии. Следовательно, требовалась маскировка, Причем эта маскировка сама по себе должна была оправдать звонок в дверь мисс Б, произведенной с целью выяснить, одна она или нет, и если первая, то проникнуть в квартиру. Помимо этого, маскировка должна быть такого свойства, чтобы не привлекать никакого внимания. В итоге преступник остановился на безупречном выборе. В качестве маскарадного костюма он избрал одеяние монахини или сестры Ордена Милосердия, собирающей пожертвования по подписке. В Лондоне, как вы, конечно, знаете, это довольно частая картина. Роль была сыграна так педантично, что первый визит, в сущности, был нанесен миссис Флойд, консьержки, так же, как это и было бы, если б в дом явились настоящие сборщицы пожертвований. Это было сделано с целью отвести от монахини подозрение, если ее кто-нибудь увидит в доме. Только одна ошибка была допущена в этой акции. Преступник забыл, что монахини всегда ходят парами. То ли они не доверяют друг другу, то ли опасаются мужского населения Лондона. Но поодиночке на улице вы их никогда не увидите. Успешное использование этой маскировки, не вызвавшей, кстати, никаких подозрений в течение довольно долгого времени, представляет нам на суд одно из характерных свойств личности преступника, а именно актерские способности. Следовательно, если среди вышеописанных персонажей есть некто с явной способностью к лицедейству, значит, перед нами важное свидетельство, указывающее на личность преступника, не так ли? — Вы задаете вопрос мне, мистер Шерингем, или диктуете синопсис? — Пожалуй, и то, и другое, — признался Роджер. — Как бы там ни было, запишите это точно так, как я сказал. — Я не слишком быстро? — Ничуть. — Отлично. Еще одним характерным свойством преступника, который он обнаружил, является тщательно организованный интерьер квартиры после убийства мисс Барнстепл. Совершенно очевидно, что он был подготовлен кем-то, кому хорошо известен метод расследования преступлений, практикуемый Скотланд-Ярдом. Так называемый «тодус операнди». Все было проделано с большой тщательностью, чтобы создать впечатление, что действовал профессиональный преступник. Веревка, свечка, перчатки, грязный стакан, бутылка виски — все решительно. Это мог осуществить лишь человек, так глубоко интересующийся криминалистикой, что он не пленился проштудировать полицейские отчеты об аналогичных квартирных ограблениях. Роджер сделал паузу, но Стелла ничего не сказала и даже не подняла глаза. Судя по ней, этот замечательный синопсис, если и не нагнал на нее скуку, то уж во всяком случае не вызвал и интереса. Убийство, должен я вам сказать, имело место несколько минут спустя после шести часов вечера. Следовательно, мизансцена была разработана убийцей с двумя целями. Первая цель — проделать все так, чтобы походила на работу профессионала. Вторая — создать видимость, что мисс Барнстеппл была убита семью часами позже. Убийца, разумеется, хорошо изучил привычки жертвы и практически наверняка знал, что в этот промежуток времени ее никто не побеспокоит. А если кто-то и позвонит в дверь, то, поскольку никто не отзовется, это ни в малейшей степени никому не покажется странным, чтобы усугубить обман, тело переодели в новую рубашку. Крошки в постели и немытая чашка на стуле рядом с кроватью, оставшиеся с прошлой ночи, оказались двумя удачными для преступника деталями, делающими инсценировку еще более убедительной. Однако не обошлось и без ошибок, одна из которых состояла в том, что у покойницы не вынули изо рта протез, а вторая в том, что ее слишком раздели. — Женщина с такими привычками, раздеваясь на ночь, оставит хотя бы сорочку и, вероятно, еще чулки. — Вы что-то сказали? — Вы на самом деле хотите, чтобы я это печатала? — Несколько рисковато спросила Стелла. — А почему нет? — Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. — Уверяю, вас есть. — Так где мы остановились? — А, да. — Ну, мы не станем останавливаться на роли подручного, состоявшей в том, чтобы вытащить веревку в окно и произвести весь тот шум, который был слышен в квартире этажом ниже. Вы сможете добавить это позже, из заметок в досье. Мы сейчас перейдем к самому интересному. — В героине. — Я собираюсь, — с рассчитанной неторопливостью, — сказал Роджер, — в этом романе сделать убийцей героиню. — Вы ведь не станете возражать Стеллу, верно? Они посмотрели прямо в глаза друг к другу. Стелла внезапно побелела и тут же вспыхнула. — С какой стати я должна возражать? — спросила она тихо, но вполне владея собой. — И правда. — С какой? — Легко согласился Роджер. — Ну, тогда я расскажу вам, как это было проделано. Напоминаю, все это вымысел, разумеется. Итак, племянница купила два билета на второе представление в Колизеум. Оно начинается в 5.15. Однако в мюзик-холле она была без жениха, которому надо было успеть домой к ужину, а это значит, что к шести он должен был уже покинуть Лондон. На самом же деле сложилось так. И это я знаю точно. Еще не было семи, а он был уже дома. Значит, на поезд сел не позднее половины шестого. — Откуда вы знаете это настолько точно? — спокойно осведомилась Стелла. Я позаботился о том, чтобы это установить. Не в жизни, конечно, а в романе. Позвонив, прежде чем отправиться в Колизеум, своему сыскному агенту. Это было вчера вечером. Его ответ пришел к полуночи. Работа оказалась несложной. Но вернемся лучше к племяннице. Она признает, что отправилась в Колизеум одна, потому что в последний момент ее приятельница заболела. Возможно, на пустующее кресло. Она положила свое пальто. Но мы не будем вникать в такие мелочи. Суть в том, что она пропустила несколько номеров. Она пропустила, к примеру, скетчи «Турецкие сигареты» и третья мелодия, которые шли на прошлой неделе. Более того, насколько я могу припомнить, оба скетча играются как раз между пятью часами сорока пятью минутами и шестью часами пятнадцатью минутами. — Верно я говорю? — Стелла смотрела на него во все глаза. — Это ваша манера шутить, мистер Шерингем? — Я прекрасно вспомнил оба скетча, как только вы их назвали. — Я... — Да, но это неважно. Это ведь просто выдумка. Вы разве забыли? — Это в романе. Племянница оставляет пальто и вещи в кресле, а сама исчезает примерно на полчаса. Монашеская ряса была либо у нее с собой, либо где-нибудь спрятана. Ее легко накинуть, в чем бы то ни был. Длинные полы скрывают даже туфли на высоких каблуках. Переодеться можно было под лестницей метрополитена, в общественные уборные, где угодно. Затем она отправилась в Молмут Мэншенс. Это заняло не больше четверти часа, потому что она очень энергичная девушка и заранее очень хорошо подготовилась. К двадцати минутам седьмого она уже сидела в своем кресле в колизеуме, приблизительно с шестью сотнями фунтов в сумке. И на этом ее роль завершилась. Разумеется, она сохранила корешки билетов на спектакль, вместо того, чтобы выбросить их, как обычно. И, разумеется, впоследствии она очень охотно отвечала на вопросы о том, где она находилась в это время. Кроме тех ошибок, о которых уже говорилось, она совершила еще одну, положив на линолеум кухне кусочек глины. Но это, пожалуй, вина не ее, поскольку ей было велено его положить. И она выполнила приказ. Ошибка состояла в том, что это особенный род глины. Как выяснила полиция, такая глина имеется в окрестностях Брейсингема. Но Танбридж-Вэлс, я хочу сказать, Севенокс, находится всего в шести милях от Брейсингема. Не так ли? Итак, с ее ролью мы кончили. Займемся теперь женихом. В одиннадцать вечера этого дня он лег спать. Об этом есть показания свидетелей. Чего в показаниях свидетелей нет, так это того, что в одиннадцать тридцать он вышел из дому, сел в машину и вернулся в Лондон, чтобы сыграть там роль, описанную в тех записках, которые я продиктовал вам день назад. Единственный промах, который он допустил, тем отличается, что он этот промах не мог не допустить. У него физиономия лягушечья. Шофер, показания которого вы, наверное, помните, сказал, что человек, который, как он видел, перелизал через стену, будто брал препятствие, казалось, широко ухмылялся. Это точный образ гримасы, с которой берет препятствие человек, похожий лицом на лягушку. Не так ли? Я, кажется, сказал вам, что племянница, помимо упомянутых, ошибок не совершала. Право не знаю, можно ли назвать ошибкой то, что она использовала четкие, которые монахини носят у пояса в качестве орудия удушения, поскольку, если как следует подумать, четкие все-таки наводят на мысль о монахиних. Но думать пришлось действительно хорошо. Так уж странно сошлось, что чуть позже племянница пошла в секретарше к писателю, который не только любил распутывать преступления, но сейчас занят был, уйдя в это с головой, распутыванием как раз того убийства, которое совершила его же секретарша. Не знаю, было бы лучше, если бы она не столь скептически относилась к тем невероятно тонким подробностям дела, которые он обнаруживал, или проявляла бы к ним чуть более живой интерес, который наверняка испытывала, поскольку ее безразличие просто поразило его как чрезмерное, неестественное, ведь в конце концов речь шла об убийстве ее родственницы. Правда, жест негодующего отказа от наследства был отменно придуман, и позже, по настоянию жениха, она вполне могла этот отказ пересмотреть. Между прочим, мисс Бернстеппл, конечно, оставила завещание, а племянница нашла его и уничтожила. Еще она слишком поторопилась с уборкой в квартире покойницы и действительно успела уничтожить все улики, которые могла проглядеть полиция. Но в целом она сыграла свою роль столь же убедительно, сколь мастерски немного позже лицедействовала в магазине на Шафтсбюре-авеню. Вот и вся история Стелла. Та даже уже не притворялась, что записывает. Вся ее собранность исчезла, и она сидела в кресле мешком, не отрывая от Роджера глаз. Лицо ее было залито краской и будто скомкано, а нижняя губка закушена до бела. Она долго молчала, пока наконец не выдавила из себя. И тут же фантастическое самообладание рухнуло, она закрыла лицо руками, и ее затрясло. Роджер смотрел на нее в смущении. Мудр ли он поступил, выложив ей все это в лоб. Он собирался проделать это мягче. Он влип в эту историю глубже, чем думал. Вот идиот, надо было чуть-чуть намекнуть. Надо было держаться так, будто все это билетристика, а не вываливать как есть с прямотой, достойной лучшего применения. Как теперь все это разгребать? Зазвонил телефон, и он автоматически снял трубку. — Мистер Шерингем, — услышал он голос Морсби, звучавший, как показалось Роджеру, добродушнее обычного. — Я думаю, вам будет небезинтересно, сэр, узнать, что все кончено и канарейка в клетке. — А? — произнес Роджер. — После ваших вчерашних намеков, сэр, я прошлой ночью занялся Лил. Помните девчонка-малыша? Я и раньше пытался, да она все отмалчивалась. Прошлой ночью я ее расколол. — Как? Ну, знаете, малыш на полном серьезе подлаживался к той другой девчонке в Льюисе, а Лил об этом не знала. Он внушил ей, что та у него просто для алиби. Мы и намекнули Лил, что ей морочат голову, и когда это наконец дошло до нее, она, как положено, открыла рот и разговорилась. Ревность — лучшее средство разговорить женщину. — В общем, я поздравляю вас, мистер Шерингем. Так все и было в точности, как вы сказали. Ваш первый тезис, что общедоступные увеселительные заведения не слишком надежное алиби. Мы это знали, конечно, да ведь время не совпадало. Конечно, я и сам заподозрил сразу, тут что-то не так. Уж слишком гладко малыш все это расписывал. В общем, как бы там ни было, в кино у них была ложа. И Кид прямо там и надел свою рясу. Он сказал Лил, что управится за полчаса, но вернулся больше, чем через час, и возбужденный ужасно. Он рассказал ей все и показал деньги. Конечно, он не собирался укокошить старуху, но так уж получилось. И он голову не потерял, а сел, подумал и организовал все в точности, как вы сказали, и высыпал в чулан окурки из пепельницы, когда спускался вниз. Он хотел, чтобы Лил пошла ночью во двор и подергала за веревку. Но она сдрефила. Зато мысль о беглеце, который привлечет внимание, похоже, это ее. Малыш тогда отправился к своему приятелю, Чарли Дэвису, и рассказал ему, в какой переплет попал. Чарли за половину добычи согласился подергать за веревку и изобразить кросс. Мы хорошо знаем, Чарли. Час назад его сюда доставили, и он сознался. Оба они с Лил, конечно, соучастники. Против него мы выдвигаем обвинение, а Лил позволим выступить на стороне прокурора. Оно того стоит. Я только что говорил по телефону с Льюисом. Малыш на месте, мы его из виду не выпускали ни на минуту, и сейчас его будут брать. — И скажу вам, мистер Шерингем, со всей откровенностью, что только благодаря вам нам удалось заполучить его так быстро. — Да, — как автомат проговорил Роджер. — Мы бы, в конце концов, и сами его достали. Мы всегда их, в конце концов, достаем. Но вы все время шли на несколько ярдов впереди нас. — Да, — произнес Роджер. — Шеф очень доволен. Уж будьте спокойны. Через несколько минут он позвонит вам и сам все скажет. — Я подумал, вам лучше сначала все узнать от меня. — Я очень благодарен вам, Морсби, — сказал Роджер и, как во сне, положил трубку на рычажок. Он перевел взгляд на Стеллу. Ее всю трясло в ее кресле, и она прижимала к губам платок. Он никогда не видал, чтобы девушка так заходилась от смеха. Только в минуты великих потрясений настоящий мужчина показывает, на что он способен, а Роджер переживал сейчас одно из величайших потрясений своей жизни. Если он сейчас не возьмет ситуацию в руки, до конца своих дней эта девица будет впадать в истерику и хохотать до упаду при одном звуке его имени, и даже в гробу будет крутиться, чтобы не расхохотаться, когда где-нибудь в небесном эфире пронесется Роджер Шерингем. Он выдавил из себя улыбку. — Я, Стелла, хотел вас напугать. — Разве не лихо я все это выстроил? — Может, конечно, не следовало так уж вас за нос водить? — Совсем нет, совсем нет, — просто давилась от смеха Стелла. — Вы все это совершенно серьезно. — Ах, ха-ха-ха-ха-ха, дорогая моя! — Роджер почувствовал себя оскорбленным. — Все это до крайности было ему неприятно, и, черт побери, она и правда не верит ему ни на йоту. — Почему же, однако? — Конечно, мог он подумать, как хорошо, что мисс Барнетт все-таки живой человек. Но он этого не подумал. А она хохотала и хохотала. Слезы тихли из ее прекрасных глаз, по ее прекрасным щекам, прямо к ее прелестным губам. Но Роджер был не в силах любоваться этой дивной картинкой. Опять зазвонил телефон. Это был сэр Артур Макфорлейн, помощник комиссара, намеревавшийся сообщить Роджеру нечто очень и очень лестное. Роджер, однако, слушал его комплименты в полуха, поскольку они звучали на фоне хоть и стихающих, но все еще судорожных всхлипов Стеллы. И тут ему пришла отменная мысль, достойная настоящего мужчины. — Сэр Артур, — сказал он в трубку, — не сочли бы вы за труд повторить суть того, что вы сейчас говорили, моей секретарше. Эта молодая особа скептичная до крайности отказывается верить, что я немного был вам полезен. Сэр Артур выразил живейшую готовность осуществить этот акт элементарной справедливости. Роджер протянул трубку Стелле. — Держите себя в руках, мадам. С вами будет говорить помощник комиссара отдела уголовного розыска. Стелла поднесла трубку к уху. Понемногу выражение ее лица менялось. Веселье сменилось сомнением. Сомнение — верой. Вера — раскаянием. Раскаяние — уважением. Уважение — восхищение. С глубоким удовлетворением наблюдал Роджер за этими переменами. Она опустила трубку. — Значит, вы и вправду водили меня за нос? — спросила она смиренно. — Ну, я же вам говорил, — сказал Роджер с легкостью. Очевидно, это получилось у меня достовернее, чем я рассчитывал. Прошу простить, что ради пущей правдоподобности мне пришлось воспользоваться именем вашего жениха. Стелла принялась приводить в порядок лицо, понесшее некоторый ущерб в ходе этого спектакля. — Можете об этом не беспокоиться, — сказала она, глядя в зеркальце и орудуя пуховкой. — Один добрый розыгрыш стоит другого. Так и быть, я тоже признаюсь, — я не обручена и никогда не была обручена. — Как? — Но вы ведь ясно сказали мне, что... — Да. — Потому что думала, так будет безопаснее, — откровенно призналась Стелла. — Вы показались мне человеком, который не применит приударить за секретаршей, у которой даже нет жениха, и всякий прочий вздор. Поэтому я выдумала его. А когда вы настояли на том, чтобы с ним встретиться, мне пришлось попросить Ральфа Паттерсона занять эту вакансию на время обеда. Паттерсоны — мои старинные друзья. Мы с Ральфом практически выросли вместе. — Но почему вы сейчас мне открылись? — Ой, я больше не смогла бы с этим тянуть. Видите ли, мое амплуа — короткие скетчи, а не пятиактные драмы. А кроме того, вы бы все равно вывели меня на чистую воду. — Значит, вы ни с кем не обручены. — Именно в этом, — мягко сказала Стелла, — и состоит весь замысел. Роджер набрал в грудь воздуха. — А за меня вы выйдете, Стелла? — Нет, — сказала она. — Слава Богу, — выдохнул он. Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Игорь Опарин читал Юрий Забаровский.